272. Тут написано «соемно» и «рассекречено». 26-го люта 2021 года. То есть, как я уже сказал, якобы 25-го было перестрелка в Голосеево, и 25-го было освобождение Центренерго, и я, испугавшись этого, решил дать команду. Как я уже сказал, они сместили даты и сводили события. Теперь почитаем, как же я давал команду. Размова. Между Ружицким и Сергеем, это Семенченко и Семеном. 25-го и 2-го, 21-го, 19-24. Трывалась одна с половиной 26 секунд. Семенченко, ты ватсап не берешь из принципа? Ружицкий, а? Семенченко, ты ватсап из принципа не берешь? Ружицкий, нет. Я просто за рулем, и дорога плохая. Семенченко, там у вас, говорят, всех попринимали, Ружицкий. Те, кто остался? Да нет, Садлишера под Козиной. Ясно, я подъезжаю сюда. Семенченко, куда сюда? Ну, я веду часть людей. А куда? На базу. Семенченко, а ты уже к ней подъезжаешь, Ружицкий? Вот проезжай, как это? Тойота, Демосфера, вот эта вся фигня. Семенченко, понятно, смотри там в раннем позе, чтобы тебя не остановили. Ружицкий, хорошо. Семенченко, я сейчас остановлю, у вас же ничего нету? Отверток каких-нибудь по карманам нет? Ружицкий, нет, нет. Семенченко, ну спроси пацанов, чтобы ничего не было. Что? Нет, нет. Я потом постоянно наблюдаю в билиции. Ножи, финки, атомные бомбы, блин. Ружицкий, нет, ножи есть, но нелегальные. Легальных не существует у нас ножей. Они существуют только у Аваково. Ну все, давайте, будьте внимательны, посланишь, как мне довезешь. Это я даю команды по прихованию излишку заброек. Ваша честь, чтобы просто было понятно. Я как народный депутат Украины и ветеран постоянно привык, что я приезжаю куда-то, кого-то освобождать из милиции, как я брал на поруки людей. Я пытался отстоять право ветеранов на свободе доказывать свою невиновность, а не только, чтобы коррупционеры это могли делать. Я устал. У одного нож какой-то, у другого финка, у третьего какой-то кастет, у четвертого еще что-то. Я понимаю, что у людей в голове после войны все смешалось. Я просто устал. И вечером, когда они приехали с этого Гавасеева, охранники, их забрали в полицию. Я лично приехал, об этом показывают. Только не как керемник НЗФ, а как керемник ветеранской организации. Я служить с кем этим воевал, подрывоваясь. У нас вместе ранили в одно время. И я приехал и их забирал оттуда. Они проверили в полиции, что это официальная охранная фирма, что это официальное охранное оружие, чтобы там была одна единица помпового оружия, чтобы было подтверждено потом решением суда. Я их забрал. Где, скажите, доказательство того, что я давал какие-то тут команды прятать оружие. И вот если почитать все эти страницы, потому что я не буду этого делать, чтобы время меня затягивает, мы обратим внимание, что существует еще только одно подтверждение на то, что это имеет ко мне какого-то отношения. Это разговор на странице 261 между Орленком Игорем Николаевичем и Приташником Богданом. 12.05.13.35. Орлен Приташник. Алло, алло, дружи, привет. Привет. Тебе перши звонил по поводу гранат? Ну да, ну да. Все, ты мне его будешь вести? Да не, я не знаю, что придумать, ибо я прошу, у меня блин ролик за клиник натяжный, как я их довезу. И дальше идет разговор о том, где их забрать и столько. Ни в одном документе МСРД нет у моих команд каких-то оружия перевозить. Нету даже ссылок на меня, если посчитать, что перши это я, и я давал ему, и верить ему, что я давал ему такие команды, так в экспертизе, которую я предъявляю, четко указано, что гранаты эти страйкбольные, дроплывые дили. Теперь вопрос. Если этот предозрак с полной подтасовкой фактов ничем не подтверждена, ни одним свидетелем, нет моих молекулярных экспертиз, вернее, брали экспертизы, ничем не подтверждено, ни один из этих людей не говорит о том, что я что-то совершал, Ваша честь, то на основании какого нового обстоятельства, новой предозры, по статье 23, мне сменили меру пресечения. Особенно если посмотреть, как я уже говорил, что изъято у Орленко. Охотничая сброя с дозрами, один незаконный, согласен полностью, автомат, один незаконный переделанный пистолет, но какое я к этому отношение? Орленко сам в своем адвокатском опросе, я думаю, что следствие прекрасно о существовании подобного опроса, он, если это дело, знает, четко сказал, вот он, опытывание особо засводует, 23 дуголовы и 21-го уроку. Чи ведомы вам факты, адвокат, Рейзин Михайлов Владимирович, Чи ведомы вам факты, что на днях Семенченко и Семенов Игоревича распорядочен, что до незаконного поводненца с озброем к боевыми припасами? Відповедь. Ні, такие факты мне не ведомы. Особенно я никогда не чувству от него будь-яких поведомлений, что на явности неизвестованной зброи, або будь-яких киньших забронных предметов. Навпаки, он завжди казал, что мы не имеем права порушивать закон, который мы защищали, проливая свою кровь, а за которую загинули наши друзья. Также в свой час был очень удивлен, что урон Домерия, который был в некотором часе поруч с братьевами, это свиток против нас, в Батонном Донбассе было найдено много оружия, так как подальше, насколько неизвестно, было притягнуто от гимнальной ответственности. Запитание адвоката. Чи вы получали у вас оружие працевники СБУ? Если так, то чи мали вы на нее ответственный дозвол? Что вы можете объяснить, что там есть заинственная оружия? Відповедь. С приводу, вылученной в мене під час обшуку зброя, я могу поведомить, что в ходе проведенного обшуку за моим местом проживания, за местом проживания моего брата Олега, кстати, он сам выдал эту зброю, працевниками СБУ была вылучена зброя, кей разберегала смертную самоборону ведь загарплика Украины с Российской Федерации. Данные дії обумовны тем, что под час вторжения на территории Украины войск РФ в 2014-м роце и подвыкли на допомоге жителей Донецкой области один из первых, кто в лаву добровольцев став на захист Украины. А сколько я не мог, залишитесь по сторонам. И тогда зброи не было. Значит, много зброи и боеприпасов мы добывали шляхом захопленных ворожих позиций и окремных диверсионных групп. И так далее. И вот он из-за этого это все тримал. Водночас, может поведомить, что значная часть, вырученная в мене під час обшуку зброи, належа к моим друзям, побратимам и зареєстрована в основном законном порядке, на яку власники маються дозволи на право зберегания и использования данной зброи. Такая зброя находилась в мене за праханьями власниками в тимчасово, зметою збереження. А сколько я имею соответствующие навыки, поведенные за зброем и збереганием, проживаю охраняемым собаками в приватном доме и так далее. Хочу вас поведомить, что збереженная зброя, которая в мене была выручена в сути моей инициативе, не имеет никакого отношения к таких осіб, ни до моего брата, ни до семенчика, ни до других побратов. Как вы можете пояснить, что у вашего брата вырученную зброю? Ну, он там поясняет по поводу брата. 18 годы, значит, почитаю, 18.45 завершено. Ваша честь. Ни один свитер не указывает на то, что он давал команды. Ни одно из МСРД это не указывает. И только лишь спекулируя на недостаток времени для рассмотрения всех материалов, которые в случае судья, конечно, не будет читать, прокурор это утвердяет. Поэтому эта статья, которую мне предъявили как новое обстоятельство уже после моего освобождения, никак не может меня принудить каким-то блоком нарушать свою какую-то негодную, не видимо процессуальную поведенку, скажем так, в экрестовую. Это мы коснулись второй эпидозы, а есть в ваша честь еще и первая эпидоза. И опять же, она касается, эта информация упомянута следствием, как обстоятельства, которые можно действительно осуществлять серьезные листики. Мое переховывание с листья там и так далее. Значит, в материалах дела это все очень, скажем так, разборчиво описано. А смысл там какой? Указывается, что в 2018 году я закупил большую партию огнепальной сброви, которую я прятал в гаражах и в высших местах. Как вы думаете, я думаю, что все понимают уже, что доказательство одно. Баррик, террорист, показывает о том, что это так и было. Он рассказывает про 2018 год. О том, что брат Евгена Шевченко, у которого он украл машину в 2019 году, и по которому получил приговор суда, он ему и мне передал это оружие в 2018 году. Ни Евген Шевченко, ни я это не подтверждают. Ни их трафика в телефонах, ни печатка в палец. Это просто подтверждение. После этого идет этапея, как он прятал два года это в гаражах. Ну, прятал и прятал. Я, как вы, имею к этому отношению. Потом он рассказывает, что привез он все это, целый еще сувит по моей команде. И ему помогали это дело закапывать. То же самое Беспольчук, Серов, Ярасов. Вот эти все люди отрицают то, что это было. Моих отпечатков там нет. Найдли это было не на базе, а за километр от базы. По информации... Да, конечно, Ваша честь. И поэтому, Ваша честь, информация, которая в этой предозре перечислена, что якобы я буду прятаться, потому что мне грозит наказание, которое наступит если я буду признан виновным по статье за 263, абсолютно не является для меня основанием кого-то держать, что-то прятать, никого-то давить. Поскольку никакие доказательства, кроме слов Боровика, которые дают это против людей, в отношении которых он настроен, не содержатся. И Ваша честь остается у меня сказать по следующему моменту. Незаконное сбройное формование. Это статья... Вы кого-то видите? Вы уже говорили. Про незаконное оборудование? Говорили. Почти, не говорили еще. Я же... Я говорю про терроризм, говорил про оружие, говорили про личное. Давайте же запитание. Ну, я же не дошел еще до незаконного формования. Там просто действительно серьезный момент. Потому что, опять же, оно касается непосредственно вот этих вот всех рисков. Сейчас очень быстро по этому поводу пройдемся. Вот она. Статья НЗФ. По-первых, я хочу сказать Ваша честь, что в НЗФ незаконное сбройное формование в организации мы уже обменялись. Потому что это было как политическое следствие расправы с нами в 16-17-ом году. И вот есть материал дела в связи с Национальной полицией о том, что это дело было на самом деле пустым. Постановку прозапития криминального проваджения 29-го до 70-го рока нацполиция делает робот выясновок, что криминальное проваджение в месте надведенного реестра в условии в следовании 11-го рока в 17-го рока поцепленной в искусственной судности и деянии склада криминального правопорожения. Почему это решение НЗФ взлетело? Потому что зарыли за километр от нас бочку с оружием. И появились люди, которые заинтересованы в даче показаний. Так вот, это подозрение мне было предъявлено 26-го марта 2021-го года. Исключительно с точки зрения рисков. Давайте просто посмотрим, какова версия следствия и какими доказательствами они ее подтверждают. Есть ли действительно у меня смысл что-либо делать? Том 1-ая страница 2-я замысел создания НЗФ. Прогрызно на початку 2018-го рока, за местной англосной расслеживания обставил, я и другие лица, которые проходят по данному делу в качестве предзайма и вступили в преступный сговор с целью создания руководства и участия НЗФ. Зачем? С подальшим намером навчин нечленами такого формования злочинной деятельности в интересах его организаторов. А самым подготовка торчинной деятельности стабилизации суспильной политической обстановки, в чине нападов на предприемство, участие в силовых акциях протестов, зрягивание населения, провокации военного конфликта, организация незаконного спустраивания за особами, грабувание финансованием учения наймен с измитой накрыстания взбройных конфликтов военных и насильниц кедий на территории инших держав. Вопрос. А чем именно следствие доказывает наличие подобного преступного замысла? Никто из перечисленных удозрений Семенченко, Ракимович, Новгородский, Шевченко это не подтверждает. Каких-либо неустановленных лиц, может говоря, но они еще неустановлены. То есть доказательство наличия преступного сговора и наличия преступного умысла и ненавидения следствия не предоставлены. Дальше разворачивается как реализовался преступный замысел с целью надежной конспирации противоправной деятельности Семенченко Кемовича Набродский и Шевченко вместе с другими неустановленными органами в основном расследовании лицами приняли решение создать и зарегистрировать на территории США приватную корпорацию Гонбасс Корпорейшн Это первый шаг. Зарегистрировать под видом представительства указанной компанией на территории Украины охранную компанию с Украины Второй шаг. И проводить в Украине работу связанной с добором особого склада НЗФ проводить военную начальную тренировочную подготовку особого склада НЗФ в изначатой функции тадии кожной особой как входит до его склада Это третий шаг. И еще дополнение к шагу первого создание и регистрации частной охранной компании на территории США имело целью создание законного вооруженного формирования которое имеет право существовать охрану объектов на территории на земной держав Вопрос Какими доказательствами подтверждают следствием реверсию снова никакими Указанные лица подобные цели и действия не подтуждают Это семей шаг и молящие нагрузки шедченко А кто-то другой проходит в качестве нестойных лиц Поэтому подтвердить это тоже не может Вывод который делается следствие Так вышеуказанные особо умысленно и добровильно усведомлены еще нас если в суспильно небеспечных зазрудить домовываясь проспильным чином неизвоченным а самым простором не предвращенным законам Украины с боем оформлевания Вопрос А зачем мне как-то противодействовать всему этому если следствие вообще не доказательств И почему я тогда в тюрьме Что было дальше Знов за неустановленным государственным расстыдованием Старта Прогрызгнул в Березе 2018 Продолжил реализовывать испильный злочинный умысел который как уже говорил ничем не подтвержден Взметуемые бутни финансов это материального забеспечения деятельности НЗФ о самой организации и предбору участников для особого склада НЗФ выплаты их зарплатни за учество НЗФ предборня амулиции форменного кодиума оплаты поезда за кордон прохождение спильной висковой подготовки участников НЗФ будивниц облаштувания треновальной базы доздействия висковой подготовки участников НЗФ Семенченко через своего спильника Виногродского организовав в отеле Киев зустрич безусловным гражданам Казахстана вопрос Борисенко Сергей Петрович какими доказательствами подтверждает следствие эту версию Семенченко это факт не подтверждает Виногродский тоже никаких НЗФ нет других неустановленных следствия лиц нет и предстоящие не присутствуют даже сам Борисенко в своих показаниях такой умысел не подтверждает и о ком собственно НЗФ идет речь на странице восьмом тон 1 указанном по версии следствия структуры и состав НЗФ оно состоит внимание на шестой месяц 75 следователей установило состав НЗФ из 9 человек 7 из них свое участие в том НЗФ не подтверждают 2 из 600 СБУ Боролик и Лазицкий и через 5 месяцев список ученых НЗФ добавился еще один Герасов то есть для кого предназначаются эти страншенные финансовые планы для 10 человек из которых Шиченко даже по версии следствия не динитировался форму не носить Виногродскому 63 года а Тимовичу 56 лет на 9 НЗФ Семенченко в сухом остатке 6 это ваше НЗФ и эта версия следствия по заразумному сумнему это версия которая должна перепугнать незаинтересованного спостерегача которые находятся при действии в наркотичном засаде что же было по версии следствия дальше подчас зустричи Семенченко запрогнула Борисенко принятие финансового участия в бизнес-проекте спрямованного на подсовершение колышных участников ВЛИД а самому бизнес-проекту по розвитку приватной охранной компании Донбасс Баталин Корпорейшн при этом Семенченко усведомливал противоправность своих деятелей допожающий настаня самих таких наследков не поведомил Борисенко про справедливую мету створения компании Донбасс Баталин Корпорейшн а также про действие значимые намеры доказательства в своей версии приводят следствие снова не будет где доказательства противоправности моих деяний если я хотел и предлагал принять участие финансово в бизнес-проекте спрямованном на процеду штук уважения колышных участников ВЛИД и снова никакой либо другой цели кроме создания приватной охранной компании в США где доказательства значимых намеров в деле ни в одном месте даже показания свидетелей даже заинтересованные свидетели не приведено доказательства так зачем мне куда-то бежать на кого-то давить вмешать следствиями какому следствию который имея все списки сотрудников Донкорп Украина ДБС Корп Внутренного корпуса Донбасса за 5 месяцев 9 изначальным членам НЗФ Семенченко установила одного еще Ерасова тому следствию что за 5 месяцев не допросила после марта здесь 41 года Шевченко меня допрашивали только по этому поручению КГБ Беларуси зачем мне это делать если в педозре только одна безоказательное измешление теперь давайте посмотрим на версию защиты и оценим листы существующие для этого судебного следствия если меня не держать в одиночке и отпустить под более мягкую меру пресечения все достаточно просто в 14-м году шла война с Россией и добровольцы были нужны в 15-м году они были тоже еще нужны а потом они быть нужны перестали потому что они стали резервистами активные боевые действия прекратились и после этого люди вернулись домой шли по стрелушке при которой гибли люди я согласен но это было абсолютно не то ради чего он несколько лет бросает в свои семьи с этим уже справились с кадром и висковым и когда говорит адвокат что мы помогали армии не помогали не было никакой армии мы были этой армией а потом когда армия подтянулась мы стали уже не нужны и после этого люди вернулись на гражданку и после этого у них чувство справедливости осталось в душе они начали искать как соединиться в гимнадской организации что делать и прочее в этом Донбасс расформировали и последнее что было из общественных акций где все вместе сошлись это были митинги на Грушевске в 18-м году после которого всех избили разогнали и люди стали думать а что теперь делать дальше народ это не особо поддерживает потому что народу понятно нужно не это и так далее и после этого все собрались ветераны и решили что нужно придумать новое какое-то звучание новое качество для добровольцев чтобы быть и полезным в стране чтобы не бухать не собирать скажем так пуднику в Польше и чтобы в случае если пойдет опять Россия с серьезной навалой можно в нормальной форме вернуться назад и поэтому придумали эту идею придумали идею создания международного проекта по безопасности зарегистрировать его за рубежом связаться с аналогичными компаниями США, Франции и Великобритании охранять объекты в зонах повышенного риска но ни в коем случае не участвовать в военных действиях а лучше чтобы в этих районах еще была компания Вагнера потому что охранять что-то с американцами от компании Вагнера где наши негодяи из Донецкой Макиевки которые убивали украинских висковых очень для добровольцев скажем так приятно и хотелось бы чтобы это все еще было регализовано у нас потому что существует такое понятие как документ Монтрео в который в разработке участвовала Украина которые это все действия этих компаний регламентируют по всему миру и в нормальных странах развитых а не развивающихся эти компании это одно из рычагов безопасности наряду с службой безпеки полицией армии и хотелось бы и в документах кстати указано что Семенченко хочет легализации в Украине документа Монтрео хотелось бы чтобы это было развито у нас но это было за пределами страны и началась вот такая работа естественно мы ничего про это не знали нужно получить кучу документов кучу связей я в этом участвовал как консультант как народный депутат Украины который конечно хотел бы чтобы добровольческое движение не загибло чтобы оно действительно получило новое качество и действительно зарегистрировали в село еще сувит Орленка купил себе старый гудыночек посреди села нет там никакой речки что опять врет что якобы это все купили потому что там речка есть и это все так скрыто лес там везде в середине села обычный гудыночек без всякой огорожи и прочее прочее чтобы встречаться с коллаборативами а потом может проведить какие-то вышковые территориальные обороны потому что то что государство не занимается этим это не значит что они должны этим заниматься мы если пойдет Россия прокуроры и СБУ на первом поле сдернутся проделами страны она опять нашу страну защищает поэтому мы естественно про это думали значит и в 2018 году там занималась не НЗР а организация силы обороны Украины внутренний корпус домбасса женщины мужчины разного возраста приезжали и с предметами схожими на сброю в наших числе которые в экспертизе указаны резиновые автоматы и прилады аэрсофт страйкбольные действительно пытались отработать какие-то навыки которые следствие сейчас выдает за навыки штурма и зачистки будиль а свидетели которых они предоставляют рассказывают главный государственный переворот что произошло дальше то есть не НЗР а эти общественные организации а полгода 2018 пытались люди понять ветераны как зарегистрировать эту организацию в качестве международной компании каким боком получить лицензию как найти контракт я как народный депутат естественно не оставался в острове и 18-го летня 18-го року зарегистрировали что это в штате Дело В президентом и руководителем стал Акимович значит это был первый прок и после этого нашли вариант четкий выморбик до конкретного дня где-то конец жевня початок листопада подготовить 70 человек с подготовкой сертификатами зоного заска 10 человек обслуживающего персонала води поворота имидж оформить компанию США с ответственным рахунком нервность финансов для купилля экипировок автомобилей и прочее были еще разные дребницы типа заказборных паспортов но самое главное было сделано створена компания малого бизнеса Донбасс Батерин Корпорейшн юридическая адреса штат Белавэ звичайная компания которую дальше уже стали развивать дальше стали думать а где получили сертификаты нашли европейскую хозяйственную безопасность которая не является никакой военной академией которая обучает гражданских лиц в Польше значит и курсы там вовсе не навыки какого-то городского боя а курсы для компаний которые за рубежом осуществляют охранную деятельность все они есть на сайте естественно в суде это развалится когда он даст показания книг этой академии будут приложены все эти распечатки но я-то для этого времени сижу в одиночной камере и дальше нашли ресурсы собственные ресурсы без всякого были семьи отправили ребята туда первые 10 человек и как вот пишет Акимович и у этих фирм они вернулись просветленными они увидели перспективу для добровольцев перспективу нашего государства для добровольцев видит только в кости рабов чтобы вам воровать а эти люди выбирали клубнику и вы их позовете только когда она придет опять в Россию может быть если не сбежите а там люди уважаемые они зарабатывали деньги они действительно получают серьезные навыки и вот это была цель будущее для добровольческих движений и еще один инструмент для Украины после этого после этого стали искать инвесторов и посчитали сколько нужно для покупок экипировки и покупок всего этого дела и был один из людей который раньше помогал батальону который предложил купить не дать кому-то деньги как вы рассказываете а купить акции фирмы его интересовала вроде бы по его словам помощь Украине он уже помогал батальону и его интересовало естественно бизнес проект и нашли вот этого человека это был знакомый Винобродского никаких преступных замыслов которых там рассказывает следствие нет то есть чем это все собственно подтверждается доказательства у нас доказательства есть том 3 страница 61 ответы оперативного подозрения на получение следователя Семенченко планирует продвигать на законодательном уровне документ монтреор который регламентирует деятельность частных государственных компаний международных по всему миру это я так конспирировал том 3 страница 100 мой подробный рассказ про этот проект я не буду сейчас его зачитывать но я выхожу на видео официально рассказываю для чего создан этот проект и все то что я говорил я перечисляю и сзади нет никаких боевых действий кстати стоят люди с резиновыми автоматами это видно что это резиновый автомат интервью Винобродского которое здесь указано в качестве доказательства в висковом навигаторе Украины значит там четко рассказывается для чего проект кого набирают журналист находится на следующем суббит и не видит там никаких страшных висковых баз и я писал в течение 18-19-го года кучу постов кучу видео кучу интервью давал по этому поводу если это для конспирации то распредел для конспирации чего официальная охрана центра МР чего конспирация подозрение указано что Семенченко и Акиневич решили создать этот НЗФ на территории Украины как я уже говорил и Семенченко якобы не уведомил Борисенко про свои преступные планы создания НЗФ предложил ему профинансировать ДБС показано четко в деле контракты штатные расписания показатели рассказывают что с ними эти контракты заключались это доказательство реальной подготовки хозяйственной деятельности а не существования в качестве прикрытия не буду сейчас зачитывать естественно эти все статьи снятия только пари есть еще доказательства ваше честь протокол огляду мобильных телефонов добровольно предоставленный для осмотра при обыске ветеранской базы 24 числа том 3 страница 25 написано оголошены сборы для спиробитников какие уклады и контракт с корпорацией укладывание контрактов из-за значимого термина укладывание договорив на медичную страховку плануется занятие с основ поведенки в краине пребывания это как аспирации понятно том 3 страница 43 штатное расписание корпораций файл списки корпораций 11-12-19-го года это доказывает что это неприкрытие нормальная компания со штатным расписанием что было дальше при вырезке скрамы 2018-го уроку для выведения в Аману Борисенко СП завладение коштами остания в особой великих оздоров с методами подальше выкорреждание на створение для финансового забеспечения незаконного сборного формирования на территории Украины семенщика замучив доведенные переговоры с Борисенко своего спинника Шевченко какие повинны будут выкорреждать свой имидж успешного предприемства это переконат Борисенко у прибудковости данного бизнес-проекта НИБТО створный приватный как это НИБТО как она створена приватная охранная компания Данбас Боттерна Интерпорейшн а также особо быстро подтвердить свою финансовую участь в нем в том 1-й странице 5 опять традиционный вопрос какими именно доказательствами следствие подтверждает свою версию про выведение в ОМА про цель использования следствия на створении НЗФ про все остальное Шевченко этого не подтверждает все высосанное из пальца и почему я увидев эти фантазии должен куда-то бежать далее по версии следствия законами оспильного злочинного умысла направлено при критии своей незаконной деятельности с методой финансования на территории Украины НЗФ за неустановленные до судового расследования обставины я хочу напомнить что все это неустановлено это группа 75 следователей за 6 месяцев до судового расследования пока я сижу в тюрьме Семенченко Якимович приблизно в липне 2018 за неустановленные до судового расследования обставины в месте Киева ведут черговые зустричь причем Семенченко рассказал про небыто отрывающие перемоги с представниками Влада Республики Ирак хорошо бы мое бутное подносание о контракте только что дальше чуть лиже рассказывается что там были перемоги меня в них обвиняют тут уже небыто так уж подчас размога Семенченко наголосил Борисенко про участь Шевченко в инвестировании компаний Нодаре за неустановленные до судового расследования обставин это черговый раз Борисенко Тайосовым Борисенко ИС Нодаре Семенченко Тайиншин участникам формирования но это очень страшно звучит для общественности вершины кошта на загадную сумму близко 1 миллиона долларов штахом беспосредней передачи частыми вершинных коштов Семенченко участникам срочинной организации гативкою перерахование безгативковой грошей на рахунки Винобродского вот все же говорилось Акимовича перерахование коштов через финансы установленные имя Шевченко а також шляхом с действенной оплатой аликетки в проживании тахарчувания надалее вот в чем случай вказанном выше кошты каким шляхом обману заволодил Шевченко Семенченко Минобродский Акимович был выкористен на финансовое забеспечение постворной бутылки НЗФ Вопрос чем подтверждается эта версия следствия ответ показаниями одного свидетеля Борисеевна все ваши указанные лица это отвергают Ваша честь хочу обратить ваше внимание на использование постоянно в этой версии следствия абсолютно ничем не подвиженных утверждений Том 1 ст. 5 Нипотостворено приватно-охранной компанией хотя компания была створена это написано Нипототриваючи перемованы представниками в адр республике РАП то же самое следствие пишет что были такие перемованы и это Нипото набирает все больше и больше отбородов что произошло далее 8.01.2019 за нестановленным дешевым расследованием обстоятельств наш Борисенко покупец за президентом компании Донбасс Батальн Интерпорейшн Тимовичем продавец подписан договор купи и продажи Нипотоценных папер а сам 1250 ценных паперов акции Донбасс Батальн Интерпорейшн в акте 500 тысяч долларов про эффективность вказанного договора Борисенко не был обязан потом все то же самое рассказывается про 48 тысяч долларов который то же самое купил акции Борисенко и С и тоже про эффективность не было им рассказано какие доказательства прибыли следствия доказательства своей версии кроме показаний Борисенко и СП никаких даже его сын Борисенко Илья этого не подтверждает хочу обратить ваше внимание что фиктивным договор купли и продажи акции может признать только суд а не писатель фантаст прокурор и следователь что до нибыто акции то хочу обратить внимание суда что следствие отправило в США запрос на окажение международного договора чтобы выяснить реальность акции она уже пишет что нереальная но еще не получила ответ или нибыто акции так вот насколько мне было известно запрос был составлен настолько неграмотным что запрос вернулся с просьбой переделки так что свои фантазии я еще буду читать очень долго про нибыто акции а пока четко приложены акции четко приложены договор хочу обратить ваше внимание что Бресенко это человек который еще участвовал в разворовывании имущества советской армии в Германии это очень опытный бизнесмен его сын который был финансовым директором в этой организации лично контракировал все деньги которые никто нам не передавал а которые заплаченные были за акции и им распределял за форму за обучение еще за что-то он закончил финансовую снову в Лондоне и этот человек не знает что такое акции вот теперь версия защиты версия защиты достаточно простая значит написано что передали Семенченко и другим участникам НЗФ деньги за средство по миллион долларов это неправда во-первых ни другим участникам НЗФ деньги не передавались деньги были инвестированы в BBC КОР путем приобретения акций компании это деньги не Борисенко вы изучите хотя бы основы финансовых операций деньги если куплены акции это деньги компании компания не предъявляла никому никаких претензий именно сумма миллион 548 тысяч долларов потому что вот оно в договоре указано доказательства нужно доказать три показания Борисенко и П сына Борисенко Сергея Петровича они удалены из дела из этого ходатайства потому что они съездят в нашу пользу но в первых показаниях и в том что сейчас вам предложили это есть значит в них он говорит именно о продвижении акций и на миллион 548 тысяч долларов второе договором купли-продажи акций в том 2 233 и самыми акциями показания Борисенко СП он пишет в том 1 страница 215 приблизительно в июне 2019 года я передал семейнице куготеля Охобо в Горько Киев 10 тысяч долларов для зачисления на счет корпорации в США и поддержания с их помощью финансово составной корпорации получив эти деньги Семенченко через Акимовича который был назначен президентом корпорации пополнил Барковский счет корпорации США больше ни единого свидетельства о том что мне кто-то кредитовал деньги нет выписки по лицовому счету 24-го 12-го 18-го нет никаких отправок в деньги Борисенко там есть перечисление насчет Шиченко не Борисенко а некий гражданин Казахстана Карасев Вячеслав Владимирович который не опрошен подозрение указано что 8-го числа был подписан договор купли-продажи небыто ценных паперов однако никаких договор сказал доказатель эффективности не предоставлены кстати в своих показаниях второй инвестор сын Борисенко Борисенко ИС вообще не считает эффективными кроме того как я уже сказал он имеет финансовое образование Лондонского груза и работал в DBC КОП финансовым директором то есть он сам распроезжал с инвестициями он это указывал в показаниях которые отчуда сейчас убрали и он пишет что причиной того что они вышли из компании были не получения прибыли которые они хотели он вообще не пишет какой-либо обман потому что у него есть хоть немного совести значит далее значит опять же они установлены рассыгивания обставок Семенченко Кимовича Дороговская Шевченко разом с иншими участниками НЗФ для забеспечения важливости проведенной физично-дороговской подготовки участников НЗФ размещения там особого склада побудована облаштованной тренировальной базой на зазок висковой на земле генархи Кимовская область цели Чесуи фух чем доказывать версию следствия что эта база строила ДНЗФ вот тут доказатель чуть-чуть больше появляются сети мели и сети сепора значит и если и появляется сети барабик кстати вопрос а зачем военная база для 10 человек из которых 6 не пенсионеры и не народные депутаты и второй вопрос а в чем эта база военная я проясню на протяжении трех лет когда появлялись какие-то деньги значит там что-то достраивалось в первый год это были просто палатки и не обороженные участки и старые будили потом появился деревянный забор после этого появились да там действительно в некоторых местах колючий древний и появились не модерные для висковых а домики из жести которые вообще можно назвать туристические там нет никаких фортификационных пород там написано что там это опять очередная брехня этот дом не находится этот участок где-то спрятан он прямо в центре села эта вся территория она входит в территорию охраняемого из-за того что там дамба Выжгородская недалеко и рядом центр Десна ну какой идиот размещал бы там место НЗФ там нет никаких охранников никаких вооруженных охранников потому что в протоколе обыска в протоколе осмотра когда туда приехали там нашли трех миссионеров куда ждались эти охранники чего же они не остановили Боровика который оттуда убегал и на протяжении всего этого времени что-то достраивалось и в самом конце это достраивало не компания как они там дальше пишут украинская банкорп Украина а компания которая зарегистрировала для ведения бизнеса сам отец Сен-Борисенко называется DPC-корп просто следствие об этом скромно умалчивают они вели бизнес за пределами страны после этого начали вели бизнес в стране просто из дела изъята информация о том что это они финансировали и сказано что это финансировали НЗФ из шести человек как я уже сказал доказательств того что стоило для НЗФ этого нет кроме показаний вот этих вот свидетелей имели и сих пор а что они показывают у Черния 18-го года Семенченко у нас Секимовича Великоска Милия Новиков Орленко была создана Донбасс Баталин Корпорейшн откуда он знает это не говорит кроме того говорит неправду потому что она создана была не в Черни а в Липре дальше он рассказывает что структуру Донбасс Корпорейшн которая подтверждает то что я говорил там полностью все гражданские специалисты дальше он описывает структуру Тобом Круп Украина которую зарегистрировали в Украине тоже подтверждают что была реальная компания не прикрытия кроме того хочу вам сказать что компания Донбасс Корп Украина создавалась реальная для подпринимательской деятельности потому что у нее существуют договора официальные которые она вывела по тендеру по охране государственной компании Центра Энерго по охране компании государственной Краснолиманской то что пишет на самом деле в самом начале что при получении лицензии в 19-м году не было ни одного человека в штатном расписании этой компании не было ни одной единицы спецтранспорта не было ни одной единицы спецсредств и что? давайте посмотрим протокол осмотра и протокол обыска там куча бронежилетов там куча наколенников там куча разрешенных спецсредств на балансе существует также транспорт передвижения просто появилось как появились какие-то средства которые были заработаны за счет деятельности по охране этих двух объектов далее если почитать показания Мира и Секуры то хочу вам коротко обратить внимание несколько объектов первое показатель Секура четко заявляет что он работник гражданский что он не имел никакого отношения к военной части что он никогда не видел оружия и тем не менее он рассказывает о том что готовились государственные переводы он рассказывает о том что готовились боевые группы он рассказывает о том что была цель дестабилизации положения в Украине причем он вот такими кусками ему копируют в показаниях куски из оперативных доведок СБУ которые тоже есть в деле человек который вообще по его словам занимался уставами и никакого отношения не имел к оружию рассказывает полностью про бурную деятельность по захвате государственной власти то есть мы тем не менее кроме того что он рассказывает что его преследовали он показывает что нами были снят офис который смотрит на выход из офиса президента Украины для того чтобы мы понятно что там сделали то есть люди которые это в качестве доказательств вкладывают не проверили версию по поводу возможной обмобы нас они не проверили версию насколько это имеет отношение к фактически обставленным справам они не проверили версию насколько вообще им это может быть известно какой источник значит далее как я уже сказал после того когда была найдена так выложим перерыв сюда мы заседаем я так разумею у вас еще достатня информации кого вы хотите поведомить да поведомить все одно сьогодни выслухать так разумею и доследовать доказательства не выявится так как суд может вы можете изначально вы можете проживать 22 годы информации еще нужно почувствовать и досвидеть много вы вы еще версии готуйте и вы разуме рассказывать вы на них посылали мы будут доучить с 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 У вас достаточно этих доказов? Да, они недостатные доказы. Вы все-таки под диктовку писали. У вас уровень Верховного, а у Анатон Бословича. Вот Верховного. Верховный прокуратур. Продолжение судового разреза. Прошу прощения. Много документов. Следующий. Я – это организация террористического адка против канала 112. И, конечно, для меня морально тяжело, потому что я сам боролся с терроризмом, сам боролся с незаконными вооруженными формированиями. Я награжден державными нагородами, частно с Орденом оборудованных министров третьей ступени. Поведный президент называл меня образцом выдержки и стойкости офицера. Ну, это было до момента начала наших политических разногласий. И тут меня обвиняют в статье НЗФ и в терроризме. И по мнению прокурора тяжесть наказания, которая выражает мне в случае признания меня виноватым в этом криминальном правопорушении, может выновить меня прятаться, уничтожать, незаконно влиять, препятствовать и нарушать. Я хотел бы сейчас просто проанализировать, что конкретно мне предъявляет и какая вероятность наступления этих рисков с учетом моей личности. Есть ли мне смысл совершать вышеуказанные действия, хотя я показал это уже своими действиями, находясь у домашнего ареста. Я, как бывший член Высшего Законодательного Ордена страны, прекрасно понимаю, что под понятием наявности глуптованной эпидозы у чинения особо тяжкого криминального правопорушения стоит, разумите, наявность системных достатных доказей, який позаразумным сомневым указывает на чинение неповидной особи в злощенном чьей-иншого криминального правопорушения. Достатность доказей, я не кажу, что это... Какаясь лекция, я разумею, что все знают, а я хочу... Ваши захистники выступили, что вы на пунктах, это не пунктах, это ризики, моя личность, я хочу показать, что не имеет смысла, не имеет риски, на которые... Вы так же наголошили, какие-то там визнаки, вступить в первую инстанцию, а не апелляционную инстанцию. Тут апелляционная инстанция будет специально вычать и давать оценку тому решению, если было принято попереднее количество судей. В данном процессе вырешиваются новые какие-то обставления. Новые обставления, Ваша честь, а в данном... Питание неогрунтованности уже доведено. Ваша честь. Надана можливість на датусу подорогу. Давайте, по суті, нового чего-то. Ваша честь. Я хочу дозвинути Вашу увагу на то, что в моих показах немає нічого про некрультурное судове. Я касаюсь только возможностей наступления рисков, на возможности моих каких-то негативных дел, которые на эти риски впливают, и оцінку мою личність, поскольку именно ці фактори беруться в основу назначення забублежного захода. Ваша честь, я нахожусь 6 месяцев под вартою, я стараюсь дать все данные для того, чтобы суд вырешив, есть ці риски или нет. Зверніть увагу, я сам розумію, что мои показы не должны перетвориться в лекцию. Я просто хочу... Добре, продовжуйте, давайте більше тезиш. Да, да, да. Ваша честь, это буквально два абзацова по этому поводу. Я уважаю, что достатність доказів означает такую кількість та якийсьну сподобну систему незалежних справ допустимых та достатніх доказів, які забезпечують рівень переконанності, придатним для ухвалення затриманням засады верховенства права та принципу пропорційности, безсумненно обґрунтований законник из правильных юридических решений. Чому я вважаю саме так? Это тоже впливает на то, что я дальше буду делать, потому что я не собираюсь как злочинец якийсь куда-то убегать, я хочу доказать свою невиноватуюсть в суде. Згідно положения закону Украины про порядок расходование шкоди, заданной грамаданинами и законами дією на уровне признания, судового следствия прокуратуруто суду, згідно с которым грамаданин мает право на расходование материальной и моральной шкоди, в разе его незаконного ареста. Авказное право выникает, якщо у нас лидер не справа вынесена постанова про ее закриття за рисунку складу злочину, за недоведенность участия обвинувачення в чинене злочину, а вынос с оправданным вырубом. Отже, арест — это самый суворий за поближний заход, та інші заходы приносу, уважатимуюся законными, тільки в разе, якщо доведена наявність у діях обвинувачена складу злочину, якщо зібраны неспростовні докази в чинення підозрювання кримінально-карного діяльні. Для обвинувачення заходу потрібно мати такі докази ризиків того, що підозрювання може приховатися від свідства та суду, перешкодити встановленню об'єктивно істинному справі, продовжити значильну діяльність, перешкодити кримінальному провадженню. Верховний суд Украины з прави 688, дробь 788, дробь 15-й рядка прецедентному рішенню судової колегії судів 1-й судебній палаті Костійного кримінального суду визначить, що для дотримання стандарту доведення по заразумному сумнів недостатньо, щоб версія обвинувачення була рішить більш вирагідна за версію західів. Стандарт доведення по заразумному сумнів означає, що сокупність обставин справи встановлена під час судового розгляду, виключає будь-які інші разумні пояснення події, які є предметом судового розгляду. І отже, відповідно до закону України про цей порядок підшкодування шкоди, законними як взяття підвар, так і інші заходи примусу вважатиміся якщо бі сумнівно доведені наявні сумнів дея і складу злочинку. Я просто хочу сказати, що то, що зараз я буду аналізувати, нові обставини ЦИ, вони не просто версія обвинення переважає версію захисту, там немає ніякої версії. І просто судьи, у которых ці матеріалу і 2-3 часа на исследовання, вони просто не видят всей той системи фальсифікації, которой 75 слідів построили за 6 місяців. А вони видні неволоженим глазом. Я хочу на ці вещи звернути вашу увагу. Це не вопрос обоснованності людини, це вопрос саме різики. Я розумію, Ваше честь, що якщо послухати речі про курору, про терроризм, про масові жертву, які я готую. Якщо почитати ці все показання, то здається впечатлення, що, як мінімум, все подозріваючі по цьому делу, дуже страшні люди, які розуміють, що їх посадять в тюріму, готові збіжати, і їх потрібно сидять в тюрі. Рада, кстати, держит одного мене. Однак давайте просто внимательно посмотрим по материалам уголовного дела і не скільки, як я вже сказав, определимо в основному репідозу, сколько посмотрим, есть ли не смысл куда-то убегать от следствия, что-то скрывать, или прятать вещественные докази, давить на світлю і т.д. І вот я начал с організацій террористівського акту. Смотрите, вот том 1, лист дела 17, 9 абзац сверху. Это клопотання, образнимо внизу поближнего запада. Это то, из-за чого я, по сути, тут сижу. Том 1, лист дела 17. Откриваю. В чому конкретно меня подозревают? Я зачитаю буквально несколько абзаців. Значит, это 17-я и 19-я страница. Крім того, приблизно на початку червня 2019-го року У Семенченко, как керівника створено ним, іншими лицами, непредбачено законами Украины зборного формування, який діяв на территории Украины, сформувався и выник стихий злочинный умысел на чинении террористичного акта. Формування вказаного злочинного аналога У Семенченко передувало те, что за основные досудового расследжения обстоятельства Менченко стало ведомо про подготовку, то про ведню так званого телемосту «Надо поговорить» между телеканалом, компанией «Россия» до телеканала «Мюзван», який входят до украинского мегахолдинного новини. Приблизно с 7-го, 07-го 2019-го, это 7-е июля, среди украинских та иноземных, интернет-засадов массовой информации набула широкого розболосу информации стосовно организации всего телемосту между «Ньюзван» и компанией «Россия». За вказанных обставин по публичному поведомлению коментаря від 07-го в 07-го 2019-го на власной официальной странице у социальной мережи Facebook Семенченко одразу відреагував на факт планирования проведенного телевизионного моста между вказанными телеканалами, закликавши уполноважені державні органи своих службовых посадовых осіб насамперед РНБУ Украины до президента Украины втрутитись у вказанной події. В іншому випадку, який означает Семенченко, рядуть реабилувати, знову доведеться народом. Семенченко, тут рассказывается о том, какой я авторитет и у меня организаторские усилия, приняв решение про пошуку виконавца в чинении террористичного акта среди окременных членов подпорекованному формуванию. И тут рассказывается, что путем наполегливых умовлений та примусу я схилив боровика воен до участия в чинении террористичного акту. При цьому Семенченко, як организатор злочин, запропонував его в чинении самому боровику, оскільки це дуже важливо. Він мав достатний досвід ведення боевих дій на сході Украины, запевляя вперед, хочу сказать, что це чек, загоріння воевав на сході Украины. Сформовані уміння та навички поводження за зброємно-боріпепасами, деякий приют займав посаду особистого водія Семенченко, у якому водія тільки терминатори були, та фактично перебував в довірливих отношениях. Семенченком, як организатором данного кримінального правопорушення, розглядалися та обговорили з боровиком воен декілька варіантов щодоємо реалізації, а саме в чиненні выбуху шляхом детонування специально направленного заряду вмонтованного автомобіля, попередньо розміщеного в безпроцедній близькості до будівлі для каналу 112. Та в чиненні выбуху за допомогою пострілу сручного протирантанку у гранатоміту в будівлю. І і це мені і під'являють. Спочтіння цього абзаця становиться ясно, що Семенченка хотіла устроити речі с тягом чиненні жертвами. Сначала зробити машину, потім в окнах десять людей з гранатоміту вистрілить. Іменно поэтому в тому числі следстві настаєвати на тому, що все, що я подозреваюся, це можна считати як приступлення з использовання для людей. Т.е. такими, що підпадає під понимання пункта 1 ч. 4 ст. 183 КПК України. А значить ко мне можна применять тільки безальтерактивного ареста. І далі следует реально, Ваша честь, я не хочу пафоса таку лишнє, але душевоздираюющее описання, як террорист Баррик спасав город Київ очейських жертв за планирую на Семенченко. Він там розказував, що він понял, що буде жертва. Я приведу Семенченку другой вариант. Післе цього Семенченко сказав, ладо, не зрывай машину. Давайте я вас зупиню. Уже починається, знаєте, твір на Вильнюкані. Давайте конкретно. Які ризики? Ви зараз цитуєте підозрю. Ну, навіщо це робити? Ризики, якщо ризики, давайте поясню. Ризики ментального кримінального проваження. Ви изміну, в случае, если мне будет избран інший зобіжний захист, інший ментальний підбарти. Е, моя втеча, Е, вплив на свинку, Е, що я буду щось прятати, і іншим спосудом влиять на рацієння данного кримінального проваження. Я хочу пояснить, в своїх показах, що ці ризики відсутніх церкаєшим другом. Я хочу прояснить это, чтобы своей личности, почему, с учетом моей личности, эти риски в индустрии не настанут. Поскольку именно эти факторы берутся в основу с помощью КПК при назначении Забвиженного Захода. Ваша честь, я понимаю, что возможно, если бы речь шла о том, что меня с особистого завязания переводят, не знаю, на штаб какой-то, я бы не мог действительно отвечать коротко в двух словах. Я шестой месяц, отец, трех детей, нахожусь в визнице. Меня смысл затягивает эти судебные завязания. Я пытаюсь максимально донести свою позицию до вас. Поэтому я прошу выручения за то, что, конечно, открывает депи часто, но это действительно по делу. Поэтому я прошу вас, чтобы позволить мне все-таки продолжать, я буду начинать в сборах. Вот. Значит, дальше. Есть дело 186, тон первый, третий взгляд сверху. Показания Боровика, он сам показывает. А потом сам выстрел, есть дело 188, первый взгляд сверху. Это всё рассказывается, как Боровик хотел спасать людей от человеческих жертв. Таким образом видно, что действительно мои намерения были преступными. Только один нюанс, Ваша честь. Все эти команды моим Боровику планы забывать о том, кто выстрел из гранды как окно, если люди всё это только со слов Боровика. И других показаний, и других следий из того, что это было, просто нет. То есть человек, признающийся в террористическом акте, рассказывает, что ему заказал Народный диплом Украины. Это так. Дальше. Кто такой Боровик? В деле есть решение суда о том, что этот человек осужден за кражу от пациентского наследства. И в его показаниях есть чёткая информация. Он пишет, я уже не буду сейчас ссылаться на том. В своих показаниях он говорит, что я думал, что Семенченко меня отмажет от этого дела. А украл он машину. У меня и у Евгена Шевченко, которых он оговаривает. А после этого он меня не отмазал. Я был вынужден, Ваша честь, пойти на угоду со следствием. То есть это действительно профессиональный заключатель угод со следствием. Причём он сам пишет, что ту угоду он заключил ложными. Просто чтобы избежать к криминальной наблюдательности. Он взял на себя то, чего он не совершал, по его словам. И он чётко пишет, почему он заинтересован в том, что меня оговаривает. Дальше. И почему-то берётся за увагу, во внимание берётся показания Боровика, а не показания и личность Народного Депутата Украины, предыдущего всплыкания, награждённого за войну, за защиту Украины. Далее. Значит. Теперь давайте посмотрим на мотив, который мне приписывают. И посмотрим, есть ли мне действительно смысл ситуация следствия что-то делать. Мотив указан в том, первая страница 276, второй абзац. Привлечение внимания общественности к политическим взглядам террориста и также принуждения органов власти и юридических лиц к совершению или несовершению действий. То есть с целью влияния на принятие решений. Мои политические позиции террориста следствие считает мой пост в Фейсбуке, меня как нардепа, от 7 июля 2012 года. И согласно показаниям Боровика, с этой же целью я кому дал ему эту команду выстрелить. Причём он чётко пишет, не позднее 13.07. Это всё указано в его показаниях, лист дела, тонн 1, первый абзац, 273 страница. Но преступный план, по мнению следствия, возник у меня на начало червня. Это указано в предозы, тонн 1, лист дела, 272, четвёртый абзац снизу. А по показаниям Боровика и того раньше, в конце мая, он указывает, это лист дела, 184, тонн 1, первый абзац снизу. А теперь давайте посмотрим на всё это, приняв на внимание позиции Европейского суда по правам человека, отображённого в пункте 175, который все вставляют свои решения судей, 21.04.2011, Вечеркок и Юнхалов против Украины. Согласно которой, термин «обоснованные подозры» означает, что существуют факты или информация, которые могут убедить объективного наблюдателя, что особо могла совершить правонарушение. Если мой пост – это моя политическая позиция, то она первая касалась канала «Ньюзван». Именно этот канал проводил телемост, а причём-то телеканал 112, Ваша честь. На какое решение юридических лиц или органов власти я хотел повлиять, если первое – это другой телеканал, а второе – к моменту этого выстрела уже был отменён этот телемост. И зачем мне, как я уже сказал, организовывать до того, как его отменили, этот выстрел на 13-е число, если на 12-е был изначально этот телеканал назначен, а 7-го отменён? Хотя, внимание, Ваша честь, дело в том, что тут очень лукаво следствие пишет о том, что 7-го июля 2019-го года всем стало известно о том, что такой телемост будет. На самом же деле, 7-го числа июля российским пропагандистом Киселёвым, он только был оглашён. 7-го июля 2019-го года этот телемост был назначен, а не было информации о широком разговоре. Это было только инициирование 7-го числа. Как я это мог знать в конце мая, то есть за 40 дней до этого? Ваша честь, мы приводили уже пример логики и доказательств следствия, когда я за 40 дней до того, как поставил задачу якобы жили за кем-то следить, перечислил ему деньги. И здесь то же самое. Конец мая был мой план разработан и через 40 дней был только лишь назначен этот телемост. Каким боком я об этом знал? Я ж не баба ванга. Теперь по поводу разведки, которую я только проводил 15-го и 6-го. За 22 дня до объявления телемоста. То есть мне предлагается, объективным наблюдателям предлагается поверить, что кроме того, что я за 40 дней до объявления телемоста о нём знал, я за 22 дня до его объявления поехал туда на разведку. Доказательством этим опять же считаю слова Бороляка и блинг мобильного телефона, что я круглую в районе 112-го канала 1506-го. Я уже говорил по поводу слов Бороляка, говорил по поводу блинг телеканала. Хочу обратить ваше внимание вот на что. Что в показаниях Бороляка, значит, лист дела 19, тонн 1, всё что сверху написано, что они с Никитенко поехали разведывать к телеканалу перед выстрелом, что там происходит, оставив свои мобильные телефоны. И объективному наблюдателю предлагается поверить, что главарь такой вот большой НЗФ, человек, который по профессиональным своим данным в Комитете по безопасности и обороны имеет дело со спецслужбами, поехал со своим мобильным телефоном разведывать как обычный разведчик, расставлять свои следы, поехал в полутора километрах оттуда кружиться. То есть объективному наблюдателю предлагается поверить, что существует телепатия, которая позволяет узнавать о событиях за 40 и более дней. Значит, дальше. После всего этого, Ваша честь, у меня не возникает желания, с учётом своей личности, с учётом того, что её не идёт, убегать куда-либо, либо свидетелей или ещё на кого-то. Возникает желание только рассказать всё это в суде первой инстанции, и в том числе представить свидетелей, где я пребывал в это время, когда, по мнению следствия, проводил разведку. И мне всегда на судах говорят, вы это будете говорить в первой суде инстанции. Я согласен, буду. Но ведь я уже отбываю срок, не будучи виновным, 6 месяцев, находясь в камере-одиночке, лишённой доступа к семье. Поэтому очень замечательно, но я всё-таки просил бы, чтобы моё нахождение под Заввижным Закадом основывалось всё-таки на реальных рисках, а не вымышленных с помощью фасифицированных показательств, и на учётом моей личности. Это что касается вопроса, связанного с терроризмом. Ваша честь, одним из вновь подключшихся обстоятельств является внесение в ЕРБР ст. 146, это следствие предострела данных, незаконное лишение свободы, поято бы, решению свободы гражданина Боровика в 2019 году. Это чётко указано в ходатайстве, и это тоже основанием, не менее держать здесь. Оно указано в Клопотании про смену заубежного захода, том 1, стр. 29. Там содержится информация, третий абзац сверху, о том, что в указанном криминальном провадении до ЕРДР внесены в ведомости счётов чиня криминального правопоручия номер 22 в начале и 57 в конце, 19-го и 7-го 2021 года. Это через сколько? 5 дней меня выпустил. За ознаками ст. 146 КК Украины, якобы в чине не установлено особо незаконного позбавленного воли Боровика ВЛ, опять тот же самый терроризм Боровик неумимый, противом листоку до 2019-го и что его, якобы, удерживали в расположении лагеря так званый НЗФ и все еще судили. Прежде чем я на двух словах коснусь этого вопроса, хочу напомнить, как адвокат говорил о том, что террористу Боровику, который, кроме того, как вы будете видеть дальше, признался в хранении оружия, признался в том, что учтение законного вооруженного формирования и признался в том, что он готовил государственный переворот, ему, находящиеся на свободе, отдают, согласно решению следователя, на ответственное охранение машину, которую он собирался взорвать. Ну, бог с ним. Ваша честь, я не понимаю, почему на основании этого ИРДР меня отправляют, внесение этой статьи в ИРДР меня отправляют, должны избирать некими некими мерами пресечения. Что это за риски? Мне оно не предъявлялось. Указано, что это было сделано неизвестным лицом. И хочу обратить ваше внимание на следующие факты. Первое. Это вновь отключившиеся обстоятельства. Это данные, которые содержатся в показаниях показателя свидетеля Боровика, который он давал ранее. Это тон 3 стр. 122. И в письме Департамента Державности по охране Державности СБУ отрицательного 4-го 2021 года. То есть сначала приходит это письмо, оно есть в деле, потом Боровик дает эти показания. У нас режиссеры находятся в Департаменте Державности, а это исполнители. И в протоколе допроса 12.05.2021 года. Тот 1 из дела 190. Третий абзац сверху. И внесение в ЕРДР этой информации 19.07.2021 это просто попытка создать искусственное новое обстоятельство. Опять же, бежаловость будет. Прошу в суд также критически отнестись к показаниям Боровика, который находится в деле, поскольку в его показаниях факт его так званого решения свободы опровергается по его же словам. Поэтому факт внесения этого в ЕРДР не вызывает у меня желания избежать ответственности или желания на кого-то давить. У меня это вызывает только горький смех и желание скорее дать по этому поводу пояснение в суде. Возьмем показания Боровика. В странице 189 Боровик описывает обстоятельства его якобы похищения. В странице 189, в частности, пункт 4 сверху. Семенченко отдал указание особе на призлище без. Это опять же тот же Беспальчук. Хочу кстати обратить внимание, что уже говорил адвокат, что Беспальчук информацию о том, что он жиле давал какие-то поручения искать Боровика отрицает тоже. Это тоже на основании только от одного жилы идет. И в данном случае особо по призвищу без поехала за Боровиком, они поехали в тренировочный лагерь ветеранов поселку Сувидь. Причем почему он поехал непонятно, потому что он уже по показаниям сказал, что он обиделся на Семенченко из-за того, что это не стало его отмазывать и ушел от него. Сказал, я покидаю. Но поехал. По своей воле. Сначала в ресторан Сосновель, а затем он поехал на Сувидь. И опять же по своей воле. Потом, абзац 6, особо по призвищу без, получил якобы от Семенченко указание никуда не пускать из лагеря Боровика. Даже по личным делам. Далее Боровик утверждает, что он, не обожал пребывать на всей территории, не имел возможности купить себе еду и необходимые предметы для личной гигиены, был лишен от свободы, не имел права свободно и беспрепятственно за своим желанием перемещаться, разговаривать с другими людьми. Территория находилась как разрушенной охраной, оборудована видео и была оброжена колючим дротом. Однако, далее Боровик, опровергая все обстоятельства совершенного похищения, он не говорит, кто конкретно его не выпускал из территории. Он пишет, что из 4 дня своего пребывания указывает, что на второй день он пытался и охранники его не пустили. Больше он не пытался. Хотя, он говорит, что был на должности члена НЗФ больше года и всех знал. Но почему-то он не называет их умили. На самом деле, он не называет их потому, что там охранников не было. Боровик не имел возможности разговаривать с другими людьми. Однако, в его показаниях он сам пишет, что общался и с Эм Ткачуком, и с Юрием Диким. Это показания в том 1, лист дела 196, абзац сверху. Который спокойно ему дал телефон, позвонить. А абзацом выше он рассказывает об общении еще с низкими людьми. И с кем же конкретно он не мог общаться? Я не буду вообще сочетать показания, чтобы не взять их время. Но там это все описано. А далее, в пункте 5, в листе 190, в 1 том, параллит рассказывает, что понял тогда, что его жизнь и здоровье угрожают опасность. И что же он сделал? Будучи решенным свободы, будучи террористом, будучи человеком, который понимает, какой страшный саменчин, как и что он собирается убить. И у него в руках убили телефон. И куда же звонит этот человек? В полицию? Не угадали. Он звонит самому знакомому Мелии, которого очень боится саменчинка. Это же все одна группа. И тот перезван другим знакомым, Бряников и Чудовским. И дальше все, что происходит, это называется освобождение из места, где Боровик незаконно удерживался. Только освобождение не происходит. Оказывается, ночью Боровик спокойно перелез через забор. Почему-то ему не помешала ни колючая проволока, ни полусущная охрана. Там, где Яков была, мертвая зона камерных людей и побежал через лес в направлении дороги. Почему он не перелез через этот забор раньше, он не указывает. Наверное, потому что его мешали неизвестные охранники. Он также не сообщает, как ему удалось спокойно уйти из лагеря, ведь там вооруженные часовые, он рассказывает. Если его, по предыдущим словам, был лишен свободы. И также то, что Боровик врет, подтверждает освятитель Чудовский, что он первый из дела 175. Просто прокурор это не читал, эти показания. Боровик сообщает, что его хотят физически уничтожить святилю Чудовскому. Почему-то Чудовский и Боровик, тоже не управляют за два года об этом правоохранительные органы. Затем во время звонка, Боровик с Чудовским сообщает, что вечером приезжайте, заберите меня отсюда. То есть они спокойно, по телефону, человек, лишенный свободы, договорятся, что заберут его возле продуктового магазина на остановке. Боровик после этого перелезает через дорогу, садится и уезжает. И это и есть похищение, с которого я должен опасаться. Дальше начинаются вещи, которые показывают, что, наверное, не у меня идёт сейчас, что хочу, то и пою, а это идёт у следствия. Показания Чудовского, показания Боровика, показания Брянника, весь дело 175. Семенченко дал Боровику таблетки нибудь-то заспотиливают. Хотя, по факту, это могли быть психотропы. Им выдана версия, что таблетки могли использоваться для имитации самоубийства Боровика. И я ожидаю на следующее продление статьи 115 на полную серию. При этом, якобы, почувствовал себя плохо, Боровик и двое его спасителей не обращаются к врачам. Они не обращаются, не обращаем, не прелыхнет, не органы. Ничего, это ж плохо. Не обращаются в полицию и два года никуда не обращаются. Кроме того, значит, кроме того, как только у СБУ появилась необходимость для обоснования своих жалобов, придумать новые неизвестные ранее обстоятельства, то сразу лица все неизвестные, которые ему обошлись, стали известными, и это просто-просто развернули. Появились в деле свидетелей Мелия Жила, которые очень меня боятся и рассказывают, как я искал и в 2020 году и прочее. Так вот, здесь есть одно но. Обратите внимание свидетеля Беспальчука, адвокатский опрос, которого предоставил адвокат Рейзин материалы дела. этот свидетель, он давал команду по мере следствия следствия искать боровика. Он незаконно удерживал боровика в лагере, то есть, по идее, он как подручный семенщик, его боровик должен бояться. Но, что происходит дальше? Значит, том 1, лист дела 24-й, черного-белого написанного. В конце декабря 2020 года Боровик встретился с Беспальчуком вместе в Киеве по улице Ивана Кудре, 18, и в ходе совместной беседы признался, что последний откопал оружие из хроны и перепрятал другое место. То есть, он встречается с человеком, который его преследует, и тут ему рассказывают, что он выкопал оружие, а дальше дается точное описание в лесу, где это зарыто. То есть, Боровик рассказывает по версии следствия следствию, квадрат в лесу, где зарыто оружие, о котором ему сообщил человек, который он боится, и который все это время его преследует. Я понимаю, что есть фотографическая память, где можно вот так наугад сказать кадастровый номер в лесу, но они мало встречаются. Но это же человек за ним бежал, это человек ему не искал. Вопрос, для чего мне бояться внесения в ЕРД этого якобы похищения, если это явный бред? Так они, как я уже сказал, и сто пятнадцатую мне могут через два года сказать, что я его хотел там отравить. Значит, они просто подгоняют мое дело под страшные газетные статьи, которые про меня шли все на протяжении этих пяти лет. И это мое открытие в сообществе. С учетом моей личности, с учетом моей юридической грамотности, с учетом того, что я имею стойкие звездки с общественностью в этой стране, я не собираюсь никуда бегать. Я хочу быстрее показать, на самом деле, кто фальсифицирует эти дела и почему. Это по похищению. Дальше, Ваша честь. Мне рассказывается про то, что я давно следил. И это тоже вновь открывшиеся обстоятельства, это риски, из-за которых я должен следить. Материал по пытанию по изменению забвижного захода от 20.01.2021 содержится информация о том, есть дело 29, том 1, том 25. Так, 14.07.2021 во время проведения обледу речей и документов, вырученных на 17.06.2021 в ходе проведения обыску у моей дружины были изъяты у меня документы, которые по речи прокурора свидетельствуют о том, что я даю указания прятать какие-то вещи по делу, свидетелям не говорить что-то, даю показания, причем указания из тюрьмы. И поэтому я склонен к таким вещам, это есть риски и у меня нужно держать тюрьме. Вот такая логика. И данные копии находятся в материалах дела из 1335-146. Подождите, я не буду их читать, просто давайте посмотрим что-нибудь есть и убедимся, что следователь прокурор снова, как в случае с оружием, которое не находится на базе, пытается вести суд в уману. Ни одной из этих бумаг не содержится информации. Где я надаю к дозрению проваджения свитков в Козивах что до дотримания линии захисту выравнилась женщина не сыпь. Это цитата обвинений. Кроме того, я вполне могу это делать, как я уже говорю, и из тюрьмы через своих адвокатов. В чем смысл тогда? Почему более мягкий за ближний захист помешает мне это делать? В счетах життя заходив и снищение чьих документов и информации, которые имеют значение для судового расследования данным правопрошением то же самое. Там нет ни одного слова про это. Кроме того, кстати, Ваша честь, я хочу сказать, что там содержится вообще удивительный факт. тут находятся конвои в виде обеспечения досудовых справ. Они, я думаю, понимают, я уверен, что и судья поймет всю фальсифицированность ситуации, что до видповедения оперативного на предрозненного, которое тоже есть доказательства того, что я дарю на свидетелей, УЗНД, ГУСБ Украины в Киеве и области от 23.03.2021 года, номер 51 и так далее, судья, якобы не утверждается. Две вещи. Первое. Я даю Акимовичу Виногрозскому Орленку Новику указания по сокрытию оружия, боеприпасов, документов, материалов справа, а также налаживую систему противодействия правильным органам. Этот документ не приводит ни одного доказательства. Это внутренние фантазии киевского глава. Ничем не подтверждено. Кроме того, я хочу вам сказать, что из этих людей Акимович и Новиков находятся на правосуществом домашнем аресте. И в решениях других судов факт нарушения ими домашнего ареста не установлен. А вот теперь явная ложь. Тон номер 2. Страница 129 и 131. Третий абзац сверху. Семенченко, Семен Игоревич, перебывающий ВТТ СБУ. Печас побачен сестры дружины Музыка Натальи Олеговной. Передают остальные рукописи, что-то проведено в заходе по перехову недокази противоконной деятельности в Украине. Ваша честь. Кто знает, как проходит свидание в ВТТ СБУ, прекрасно понимает, что это ложь. А комната, где присутствует я, и кто пришел на побачение, присутствует представник ВЗДС, сидит рядом и смотрит на нас, и присутствует видеокамера. Как я могу давать указания своей дружине? Только потому, что нету совести, наверное, у прокуратуры. Кроме того, это смысла не имеет. А ведь это могу дать через адвокат, если бы я хотел такое делать. А дальше, больше, по тексту. Значит, там указано, что музыка Наталья Олеговна под прикрытием тренингов, которые она проводит в Запорожской и Николаевской области. Тренинги проводятся на руководитель еще организации дружины матерей погибших бойцов. В ходе этих тренингов она встречается с представниками ДНК Украины и дает им указания по стиранию информации в чатах. Зачем куда-то ехать, чтобы дать эти указания, если это можно сделать дистанционно? Где хоть одно доказательство этого? То есть, любые доводы, они должны быть проверены, они должны быть обеспечены доказательством. Тут не просто версия версия обвинения превышает версию защиты, тут нет. Версия обвинения ничем не подтверждена. Дальше. Значит, это что касается моего, Ваша честь, давления на свете. Теперь, Ваша честь, мне предъявлено обвинение сразу после того, когда я вышел на домашний арест. И это обвинение в материале дела представлено следствием как то, что меня должно точно вынудить бежать. Такое обвинение в хранении оружия. И здесь очень путает и специально запутывает прокурор охотничье, неохотничье, 2%, 3%. Я сейчас все очень просто распутаю с точки зрения рисков. 19.07.2021 года, через 5 дней после его выхода на домашний арест мне поведомлено про новую предозру. Это часть 3, статья 27, часть 2, статья 28, часть 1, статья 263. Это листья 24, том 1. Якобы в серпень 2020 р. за неустановленным государственным расследованием вставок я надав козивку подчиненным мне членам НЗФ Пташнику, Орленку, Ерасову, Жицкому перенестись в родину. Ваша честь, это должно меня побудить срочно куда-то бежать, давить на свидетелей, а меня, чтобы этого не случилось в Тириске, нужно держать в тюрьме. Давайте посмотрим, почему Тириске должен наступить. Данная эпидоза не предкреплена в общении одних доказательствах. Если в материалах справы по первой эпидозе и по Ромбе, хотя бы есть показания Боровика того же самого, то тут вообще ничего нет. «Якобы я кому-то давал подобный приказ не заявляет ни одной из уже указанных лиц, ни Орленко, ни Ерасов, ни Лужицкий, ни Пташин. Наоборот, они дали информацию, которая имеется в деле в виде адвокатского опроса в том, что такого не было. И у меня есть показания адвокатский опрос Орленко, который тоже не предоставлялся, которому тоже это указано. Данные доказательства отсутствуют и в протоколах НСРД. Тут прокурор рассказывает, была на базе оружие, не было. И в НСРД он указывает, что есть эта информация, так там тоже ее нету. Тон 3 ли сделает 250, 277. В данных документах НСРД приведена расшифровка телефонных переворов. Очень солидная. Марк 2021, февраль 2021. Какие у него протоколы НСРД отцеплено в 2020, когда я дал такую команду, отсутствуют. То есть нет свидетелей, нет НСРД. А с чего они взяли? Вот с чего они взяли, что я давал такую команду? Где доказательства? Эта предозра в Заголе необоснованно, однако, понимая это, никаких рисков не должно наступить. У меня смысл от этой ерунды бегать. То, что указанное оружие состояло во вооружении НЗФ, также ничем не подтверждено. Там указан в предозре Пташник. Ему предозра в том, что член НЗФ тоже не вручалась. То есть, смотрите, не вручалась. К материалам дела, согласно ходатайству и моего адвоката, приложена экспортиза, которая выручила все это оружие у господина Орленко. Они сейчас являются подозреваемыми. Орленко по ст. 263 КК Украины. Там обстоятельства, которые тут не расшифрованы, в этой экспертизе полностью расшифрованы. Там написано, что было изъято гранаты. И в НСРД действительно не я, а другой человек со ссылкой на якобы меня, он говорит, что Першин приказал, говорит, что нужно спрятать гранаты. В материальной экспертизе указано, что эти гранаты не являются оружием. Это страйкбольные гранаты, дотливые гранаты, такие РГД. О чем разговаривали? Это не оружие. Второе. Там найдено охотничье, ловкоствольное оружие, которое принадлежит другим людям, на них есть разрешение, но законно или незаконно. Оно находится у Орленко. И есть один автомат и переделанный пистолет, который согласен. 263 статья. И Орленко согласен, только он поясняет, что это я личное оружие у себя прятал. Это не может быть оружие НЗФ, это один экземпляр. Я прятал в случае, если опять там пойдет российская навала. А я Семенченко мне ничего не приказывал. Вопрос. А чем обоснована эта пидозра и почему ее предъявление, как новое обстоятельство, должно меня принудить к культурическому отношению следствия? Дальше указаны интересные моменты. Полная фальсификация. Значит, страница 18, второй обзор сферы. Указано. 25.02. Голосеевский КУП БУНП в месте Киеве распечатано судовое расследование за фактом влаштувания стрелянина НЗФ предпорядкованному Семенченко. Того же дня в ходе переследования вказанных оси выявлено сброви таборей подпасами. Ну, создается впечатление, если бегло пробежать материалы, что было НЗФ, и вот один из фактов, где НЗФ себя проявило. Ваша честь, это прямая ложь. Согласно решению голосеевского суда по делу 752-56-61-21 на 16.03.2021 25.02.2021 хулиганские действия совершены группой неустановленных лиц, а не члены подчиненному Семенченко НЗФ. Кроме того, показаниями свидетелей, которые предоставили само следствие, сотрудников охранной фирмы, у которого был соответствующий договор на охрану объекта вот этого, где неустановленные лица были якобы совершать хулиганские действия. Стрельбу начали не они, а по ним, охранники. В них стреляли с травматического оружия. В охранниках по официальному договору. Это подтверждается в деле Светиль Ручка в том 1, страница 112, обзад 2. Светиль Борсуновский в том 1, страница 125, обзад 3 и обзад 5. Светиль Рожанский в том 1, страница 132, первый обзад снизу. Кроме того, согласно той же ухвалы Голосеевского суда, не доведено за таким именно ознаком вот это имущество. Действительно, там останавливали охранников, изъяли оружие, отнесено к вещественным доказательствам по уголовным делу о хулиганстве. И все это вернули назад как несоответствующий тетерен 98 статистике. Потому что на оружии было разрешение, был договор на охрану этой Голосеевской стройки, и это не является доказательством в уголовном деле. То есть следствие сознательно пытается нарисовать ложную картину следчему судьи многочисленных преступлений чинов НЗФ, и взять оружие и ввести в суд заблуждение. Кроме того, Ваша честь, один из указанных свидетелей, который я перечислил, не является подозреваемым по статье 260. И значит, враньем является и участием НЗФ семейшего хулиганских действий. А дальше больше, Ваша честь. Следующее утверждение. Також, это, кстати, все имеет отношение к оружию. 25 мая 2-го 2021 года с первобитника минации полиции за участием КОРТ было изведено примечивление под центроэнерго. Значит, и там было выявлено сброя, и там было выявлено НЗФ семейшего. Ваша честь, данное освобождение от НЗФ семейшего от центроэнерго, которое они пытаются подогнать под сообщение в прессе, существует только воображение следователя, который это писал, и прокурора, который это подписывал. Согласно своему ходитайству буду попросить о приобщении ухвалы обуховского суда Киевской области по делу 372-677-27, где четко указана хронология события. Во-первых, не 25-го числа была освобождена так званая организация центрэнерго, а 26-го. То есть они специально смещают дату. Второе. Действительно были изъяты несколько предметов, похожих на травматическую зброю за односторонное охотничье оружие. Однако, сам же следователь через несколько дней в судебном заседании указал, что зброя, выключена в ходе проведения общего 26.02.2021, выкороставилась охранной фирмой при осуществлении охраны предприятия, на нее были предоставлены разрешительные документы и указанное оружие не являясь изнарядным чином и злочином. Также указано, что 23.11.2020, между ТОН, ТОН, Украина и ПАЦ, Центрэнерго, заключен договором 15.68, про оказание услуг по обеспечению общественной безопасности. О каком освобождении может идти и речь. На лицу явная провокация была следующая. В решении суда указано, что утром 26.06. в местную полицию поступил телефонный звонок о том, что неизвестные лица захватили Центрэнерго. Туда приехал корт, всех поставил к стенке, им показали договор охраны, показали защитное оружие и все уехали. После этого все отдали согласно решению суда. И они не исключаются звонить в Боровик, которому отдали на ответственное хранение машины, которое собирался взрывать. Дальше, Ваша честь. Я уже сказал про эту тасовку данных. И что дальше указано? Значит, Семенченко, понимая противоправность действий подчиненного военному НЗФ, вот это Голосеева и Центрэнерго, с целью приховата следить злочину Тауныкиня криминальной вековидальности, позвонил 25.02.2021 в 19.24. Ружицкому и инструктировал их по поводу сокрытия излишков оружия. Я уже сказал, что мне не было смысла это звонить, потому что освобождение было не 25.06. Врать надо просто меньше. Во-вторых, Ваша честь, во-первых, во-вторых, есть ухвала судов вот этих вот. И показания осветили Бусиновского, ручки Рожанского, которые показывают, что все это оружие было законным. Давайте возьмем и прочитаем. это буквально две строчки. Что же там за такую мою команду я давал свидетелю, вернее, обвиняемому вооружительству. Вот я открываю том номер три. 260-я страница. Копия протокола МСРД. Сейчас будут деньги за выяснение местоположения Боровика Кутюджи Аджилов. Итак, по его версии, 9 марта 20-го года он получает задание от Беспутчука. 11 марта ему перечисляется на карту так званой Копытни. Это все страница 246, там 3-й, 4-й абзац сверху. А 10-го на 3-й у него был скидлый аванс. И 13-го на 3-й он прибыл на поезде в Киев. Итак, давайте посмотрим выписку из банка. Здесь дело 257. Тон номер 3. Есть перечисление от Семенченко? Только елки-палки, месяцом раньше. 16 марта за 22 дня до того, как жили по его версии и поставили задачу. А что ж это за деньги такие? Я так понимаю, следователь Юрченко плохо смотрел выписку, прокурор не смотрел вообще и ответ на этот вопрос еще не придумал. 15 марта еще один перевод от Семенченко. 400 гривен. А вот в указанных квитанциях за 10-е и 11-е число переводов от Семенченко в вашей честь нету. Далее, по поводу переводов, то есть мы видим, что за месяц до постановки задачи не перечисляются деньги, а значит, ее версия это полная улажа. По поводу переводов от музыки моей жены. она давала показания в Семенченко в суде и заявила, что первое, она есть бенефициар благотворительного фонда оказания помощи добровольцам членам их семей, это есть в деле, и часто помогает финансовыми нуждающимся, в том числе, делает это и через свою карточку. По требованию Семенченко платежей она не делает, конкретно живую не помнит, немного делала платежей, и если есть выписка, то теоретически она могла и перечислять. Однако, опять же повторяю, ни в коем случае не за какие-то оплаты розыска, потому что, если я такой криминальный гений, то я, наверное, послал бы другого человека, который, наверное, бы перечислял вместо меня. То есть, «Средства жилы и милии» написаны следователем Юрченко с использованием одних и тех же формулировок, не содержит ли каких-либо доказательств моего влияния на милию и воровика. О существовании святеля милии жилы 14-го седьмого я не знал, их показания появились позже. «Моей жене они боятся меня». Жилы угрожают, кстати, Ваша честь. Вот был опрошен один из адвокатским опросов, один из людей, которому бедный жил, которому все угрожают, который угрожает ему сам. Вот я буду просить предложить материалом дела. 19-й сепень 2021-го, я просто обосную, для чего. Ковтун Родионов Витальевич опрашивает рейзин Михаила Володимирович. Приблизно влитку 2017-го я працювал у службы охороны на ставку в Днепротовской области, где познавался с Жилой Павлом на привязке Топаз, которого до нас привез наглядно мне знакомый Евген. Жила Павло переховывался из-за каких-то у Сесиб? Наверное, от Семенченко. У примещения охороны выходит с примещения приблизно два тижня, после чего у него выник конфликт с одним из охоронцев, то он втек. В черговый раз, из Устрив, положил, подчас блокады российского гильдя, которая проводилась там-то-там-то, після закінчения блокады кто-то из знайомых поведомнился. Те, что проводится на бюре охоронцев у тот Бланкорп Украины, куда я поцеловался та дізнався про те, что Жила також працюет у цей организации. Довлетково хочу поведомить, что приблизно 27 липня 2021-го мне зателефонало Жила Павлов, та почав вымогати надати ему контактные данные Беспочука Андрея, это же тот человек, который его посылал искать Боровика, и который сейчас ему угрожает. Зачем же он ему нужен? И с яким я також познакомился у ТОВ Донкорп. Після того, як я поведомил, что у меня такой информации немає, она ведь якщо и була, я не даю номер телефона без використового дозвола, декий час Жила, почав мне телефонувати с погрозами, та поведомив, что он знает мое место проживания, приедет до мене, та шляхом засупсувания насильства змусит мене дати номер телефона. До полиции не зертався, а я вот хлююсь за своё життя и здоровье. Да от кого хочу поведомить, як он телефонувал мне и прочее прочее. 16 часов 15 минут его попросили. Я буду наверное сразу ходатайствовать в конце приобщение всего этого материала делка. Это бедное Жила, которому все угрожают. Ни Жила, ни Неля, ни Боровик, ваша честь, не обращались за два года. 19-й год это время, когда они ушли по их мерси, из незаконного формирования. 19-й год это когда Боровик уже совершил террористические акты, его словам. 20-й год их преследуют, они ни разу не обращались за два года в прокурорные органы. Ну и в конце. Ничего нового, чем было бы известно следствию раньше в этой истории нет. Потому что Боровик в своих показаниях, то он первый, лист дела 191, об этом раньше сообщал. За несколько месяцев до этого он говорил такое. Такое ж хочу до даты, что после моего позбавленной воли меня расшиповывало неведомо не особо за вказинкой Сененченко, чей инший приближенный до него осип. Поэтому, Ваша честь, ничего нового, что могло бы послужить в качестве новых обстоятельств для изменения мне за приближного запада, в этом нет. И, Ваша честь, хочу поведомить Иван Пщенов, что еще Мелия дал показания, что на него дали также его адвокат, потребуемый Сененченко. Вот адвокат здесь сидит. Здесь это Владислав Долбыш, который является одним из адвокатов адвокатом по делу Мелии по обвинению в хранении оружия, которое возникло задолго до того, как он стал моим адвокатом. И вот, что он пишет. Это показания даны 2-го выпня 2021-го 18.45. Он пришел и в 18.45 сообщил. По сути, поставленный запятань свиток дат наступные показания 30-го месяца 2021-го от 12-16 до меня на ней мобильный телефон. Указывает номер. И, кстати, тут номер, с которого это есть материал дела, он угрожает музыке моей жене. С такого-то мобильного телефона мобильного додатка мессенджерей в WhatsApp зателефонав захисник подозреваемого Семенченко, адвокат Добаш Владислав Андреевич. В ходе телефонной розмовы остальний запитывал меня, навіщо я побудусь на укладание угоди про визнание винуватостей. Пояснил, что на квалификацию Семенченко наданные мною показы все одно никак не вплинуло. То, что начали переконать меня, отмогайтесь от наданных мною показов. Выслушав все остальное, я отмогу что ему необходимо переговорить с данным по поводу Семенченко та с его дружиной. Вот хочет меня за дружину зацепить постоянно наша прокуратура. Если все остальное на сегодня, вин у ней ничего не відповит. Ваша честь, хочу звернуть вашу главу на те, что в данных показах пан Мелия взагалі ничего не кажет на те, что пан Добаш его адвокат. И пан Добаш ведет его справу. И пан Добаш даже если он и был такой разговор, я не знаю, я его ничем не выполномачивал, но он может задать ему просто вопрос. Дружище, у тебя суд идет по оружию. Зачем тебе это нужно? Но я точно никому ничего не поручал в данном случае. И не мог поручать. К тому же, если я это поручал, находясь под арестом, так может меня опасно держать под арестом? Ведь я под арестом даю все откази, я под арестом клюну организации. Может, я под домашним арестом не буду это делать? Это Ваша честь, что касается тут очень коротко все. Почу звонить Вашу вагу на перше. Показания свидетелей милии и свидетелей жилы начинаются с одной и того же абзаца, который абсолютно понятно им продиктовал следователь. У звезду с суспильным резонансом, який выник до вкола особи справа Семенченко, с первого броня что до него заводичного захода, варты, а потом домашнего ареста, мне відомо про певные обставины, про якие я готовлю поведомиться, и которые могут быть сильными для судового расследования. Вот, однозначно идёт и у милии, и у жилы начало. И, дальше он описывает. Так приблизно, в конце весны 2020-го року до нашего коллективу, перечитает коллектив, Боровик, Ткачук, Веня, Надирадзе, який взятомовит колоссов и товаристов на ближних осих Семенченко, примкнув кого жила эта весна 2020-го року, с позывным тапаз, який посварился, який заявлял Семенченко, те его доверенные особенные, жодных грошей на проживание нема, а тому просив тимчасовую притулку у нас, як колышных участников незаконного сбронного формования Кирачёвого Семенченко. Это страница 239. Дальше описывается, как ему 239, трон 3. Дальше описывается, как ему цей притулок был надол. И, раскрогавшись тем, что ему надолы цей притулок, цей тапаз поведомов, что насправде его до нас заслав Семенченко для того, я бы высветкувати те, что кто с его колышных предлогов формувания, где проживает, яких умовах, с кем спелкуется, на какие темы. Тапаз такос поведомов, что с ней акцент ставился самым наборовикой ВМ, и на той момент мне не было зрозумево, для чего тут брали ВМ. Я хочу напомнить, что вот эти показания и обстоятельства того, что ее в 2020 году влиял на свидетелей, положено в основу ходатайства о смене меры пресечения, и указаны как раз таки в основаниях для меры пресечения. И это как новое обстоятельство было. Такос Тапаз зазначил, что для указанной цели Семенченко СИ было перераховано какие-то вершевые кошты, то, что пригадует разгадки про факты перерахунки безготевковых кошек, как бы для старта пошуковых заходов по Боровику. Тапаз зазначил, что Семенченко ставил ему задание через Беспольчука М, что это установлено конкретное место проживания Боровика. Значит, дальше рассказывается о том, что он понял, что может наразить как себе, так и Боровика на их вкусный успех, то, что поведомив про иншу, тобто фейковую адресу проживания Боровика. То есть он рассказывает о том, что, растрогавшись тем, что ему дали притулок, Тапаз он же живо решил отказать Семенченко и Беспольчуку, которого заслали вычислять, где же этот Боровик, признался во всем, а надо нам фейковую информацию. Ну и пишет в конце, что ни я, ни власный Боровик ВМ взагалі не надали належного значения цим словам. Сегодня, знаючи зі ЗМИ про обставленные расследования справа, зокрема злочин, яких предоставил СМИ фигуранты, вважаю, что вказанная информация может быть цинной, а разом с тем поведомляю, что особо в мене выникли деякі побоювання щодо себе та інших осіб, які відомо про такі, як звані пошукові операции по Боровику. Та, в ході нещодавно спілкувань з ТАПАЗом, є очевидним, що ТАПАЗ про яку нейтралізацію Боровика шла ТАМОВА, та за які заслуги МОВА і ДЕПА Боровика як ліканавці выбух у будівлітеля ганалу 112. Тому зараз ТАПАЗ ТАШ перешиваю. І, така історія. Однак, світель Боровик, которого искали, почему-то не сообщає об угрозах, подпеви, силовичному влиянию на нього за время пребывання в ролі подозреваемого, свидетеля в данному кримінальному провадженню. Более того, в своих показаниях світель Мелия указывает, что неонний Боровик вообще не придавит належного значения цим словам. А Мелия в этих же показаниях называет себя и Боровика бывшими участниками незаконно-уваженого формирования. Я читал это. То есть, если Мелия тогда не знал про то, что Боровик исполнитель теракта, то ведь Боровик-то об этом знал, почему-то не переживал в 2020 году. И он утверждает, что его хотели убить, а в других показателях будут читать это, похищали, угрожали в 2019-2020 году. Но проходит несколько месяцев, он вообще не придет внимания, что его кто-то ищет в целом нейтрализации. Мелия и Боровик по показаниям Мелия считают себя бывшими членами НЗФ и не придут никакого внимания этим рассказом. Кроме того, Боровик же он еще свидетель и он знает, что по его показаниям он взорвал оружие и почему-то тоже успокоен. Это четко показывает, какую цену имеют все эти сказки о поиске этой нейтрализации Боровика. Они возникли после 14 июля 2021 года. СБУ понадобилось обосновать свою жалобу об изменении следующее показания свидетеля Жилы. Кстати, угрожать или давить на свидетеля Мелия я не мог, потому что первые его показания в деле появились уже после 14 июля. То есть на момент избрания мне меры пресечения домашний арест и на момент возникновения рисков, что я буду давить на свидетелей свидетеля Мелия и свидетеля Жилы не было в деле и не мог на них давить. Хочу напомнить о чем говорил адвокат Рейзин. На основании данных адвокатского запроса свидетеля Музыки, на основании его показаний Мелия присылает ей со своего ватсапа фотографии с оружием угрожает сам ей. То есть это человек, который боится меня якобы. Отправляет ей номер в контактные книги и так далее. Итак, показания свидетеля Жилы. Лист. Дело 241. Тот же самый Тон. Вот он, следующий идет. Они практически идентичны начинают. Давайте посмотрим. Даны они 16-го выпня, через два дня после малосвобождения они уже не вечером даны, как Мелия, а 12 часов. Даны также плану Юлченко. Значит, в связи с успешным резонансом, который возник довкола с правой Семенченко. О, Боже, то же самое. С первого оборудования щедо него заведенного захода в арте, а потом домашнего ареста. Хочет поведомить про певные обставины, которые могут быть ценными для неслового расследования. Так, приблизно в годы 2019 года я на запрошение он дальше рассказывает, как он прибыл работать в фирму Семенченко. Пригадываю, что по приезду на Совет Семенченко быстро нам там говорил, сколько они будут зарабатывать и прочее просят. Для бородьбы, кстати, с российскими диверсантами. Однако с годом, это уже абзац раз, два, три, четыре, пять, шесть, страница 245, тонн три, шестой абзац сверху. Однако с годом, приблизно протягом лютого березня. У меня я в складе инших товарищей. Ведерили до шахты Краснонеманская и Шоу Паковского. Мы там должны строить массовку перед управлением шахты. Самый в той период, а самый девятого, но и третьего 2020-го, я отримал вид Андрея Беспальчука, надвиженный на той момент особо до Семенченко, завданья, який той отримал безпосередно вид Семенченко. Суть его полегала в том, что я мусил встановить не все проживание та работа Волон до Мелия и Тоборовика Вадима. Ихне маршруты перемещены такого спілкувания. Основным аргументом в их пошуку было те, как заявлял Беспальчук, что своего часу Мелия зарабил кости на споруджение вагончиков на тренированном таборе у селищей сувит, а тому был вынял грошей Семенченко. А что до Боровика то его хотели знайти за те, что он своего часу был близким до отточения Семенчика та знал богато за его информацией, как мы сами не поведомили, зрадив его та покинул военизованное формование. Хотя також пригадую, что перед поездкой на шахту під час одних из разговоров Беспальчук не с киншим сказав, что смелее можно хоть гроши отринуть, а Боровик зрадный, и он занадто богато знает, а тому вероятно комбат его кинчат. На той момент в заколине придав значение одним словам. Пригадую, что я перед моим выездом особисто питав у Беспальчука про те, кто сам поедет на разведку по Боровику а Кринтова точно пригадую фразу, коли Беспальчук казав, чтоб могла в мое завдание найти Боровика Эмелию, а перший уже и сам покарает своей владой. Перед поиской 11.03.2020 мне на картку перераховали грошевые кошты, так знанные копытные, урозами 27000 гривен, с карткой беспосредственно соменьшена на мою картку. А перед ты, перед ты, 10.03.2020 двумя протяжами скинул так званый аванс. Я все не помиляюсь, 13.03.2020 врань я приду на потязи до Киева. Дальше идет история, о которой уже повторял Мель. Мелья связался, приехал, потоварищував, а потом я понял, что, наверное, меня в Халебу втягивают, и поэтому, согласно того, что я его расшуковываю, за насыпками наданной мной информацией бил Боровик. может быть нейтрализован, або ему задано шкода ему житию, а здоровью. Кстати, еще в 2020 году он уже, по его словам, понял, что его посылают для того, чтобы завдать какие-то поганые наследки житию, а здоровью Боровику, однако никого не поведомил. Но, почему-то решил, что ему угрожает небезпека только после того, когда меня выпустили. Ну, бог с ним. И, вот он рассказывает, что он признался Боровику по Мэрии про строгу Семенченко и Фесселькуваты. Значит, ничего не знает, почему все это произошло. Дальше. Последний абзац точно повторяет показания Мэрия снова. сегодня знают и со Смитой, Витковой, мои знакомые, про обставины расследования справы, заклима злочин и бла-бла-бла-бла-бла. Вот такие показания. И, действительно, Ваша честь, видно из этих показаний, что Семенченко очень не беспечно особо, потому что, еще в 2020 году, Сергей, значит, пытался расшукувать цифр свитки, хотя он не знал, что они еще будут свитками, и что-то с ним изрубить. Действительно, его нужно держать только в одиночке. Но, сначала, хочу обратить Ваше внимание на то, где проживает свидетель Жива. Указано в показаниях Днепропетровская область, Петропавловский район, село Дмитриевка. Там же написано, где он проживает сейчас, город Киев. Первое, на что я уже обратил внимание, соответствие феврировок Смели. Второе. Абзац 6, дело 1245, там 3, Жива утверждает, что на протяжении февраля-марта его откомандировали в Покровск создать массовку с предуправлением шахт. Прошу суть критически относиться к этим показаниям, поскольку, во-первых, в клопотании про изменение меры пресечения 20.07.2021, в том 1, весь дело 15, указано, что пребывание членов Дункург Украины по версии следствия было 11 червня 2020-го это абзац 1, снизу листов. Других массовок, о которых говорит Жива, даже версии следствия в Покровске не зарегистрированы. Но у Живы свой календарь. Далее, в показаниях следствия Живы указано, что он получил задание от Беспальчука, которое, по его мнению, он получил от Семенчатка, 9 марта 2020-го года. Он купил билеты на поезд и 13.03. прибыл в Киев. Это вот, я только что зачитывал, страница 245, снизу, в Киеве 246, 1-й, 5-й абзац, и сверху. Однако, в качестве доказательств своей поездки следствия Жива показывает билеты. Вот этот билет, приток на поезд, он лишь сделает 250, том 3. Билет этот не из Покровска, откуда он якобы ехал, а из Днепра. И проживает в Днепропровской области, а в настоящее время в Киеве. То есть, вполне возможно, что он просто приехал в новое место жительства, а не поехал выполнять задание. А теперь давайте посмотрим самое главное. То, что говорил прокурор, о том, что там деньги ему перераховывались. Выпаски из приватбанка по его карте. Это листы 252 и 259 тома 3. За февраль месяц и март по выписке нет ни одной покупки товаров, топлива, продуктов в Покровске, и вообще в Донецкой области. Ни одного ресторана, ни одной заправки. Зато есть рестораны в Павлограде, АЗС в Богуславе, АЗС в Павлограде 7.03. Продукты в Павлограде, рестораны в Днепре, и так за все месяцы. Ваша честь, 38 покупок в марте и ни одного в Донецкой области. Зато все в Днепропетровской области, где он и проживает. 7.03.08. Он также находится в Павлограде, а он же там массовку создавал в Покровске. За февраль 30 покупок в магазинах, ресторанах, АЗС, и все в Днепропетровской области, и ноль в Донецкой. То есть, иди не живо, в данном случае, в лед. Ибо находился он в Днепропетровской области и уехал он из Киева, в Киев, из Днепра, жить, где он сейчас живет. Это 20. От Семенченко, кстати, у него действительно есть перечисления, ваше честь. Своей, своих усынов. Для российских моментов. Я там забыл. Могула российская, могула украинская. Судачинство, задачи украинские. Могу еще и есть. Могу еще и говорить. Но я очень хвилююсь, потому что, согласно КПК, я наскільки знаю, и в законную промову, я могу разговаривать на тот момент, на какой я хочу. Поэтому я буду разговаривать на украинскую, но когда я хвилююсь, я перехожу на тот язык, на который... Я думаю, все участники лазерные. Ну да ладно. Я хочу остановиться именно на рисках и в меньшей степени на необоснованности подозрева. Я на ней остановиться практически не буду, хотя я полностью в ней уверен в этой необоснованности. И на своей личности. Поскольку, насколько мне, как бывшему законодателю ведомо, один из оснований для избрания задвижного заказа есть особая событисть предозрена. И это четко прописано в КПК. К тому я на рисках и на своей личности, и на тех новых рисках, которые начато появились, хочу остановиться. Однако, прежде всего, я хотел бы сделать именно в рамках своего выступления несколько реплик на то, что я вам сейчас услышал. Ваша честь. Настолько мне ведомо, существует какая-то этика юриспруденции. И это, прежде всего, уважительное отношение как защиты, так и обвинения к суду и друг другу. И когда я слышал явную ложь, с помощью которой пытается прокурор вести в оману слипчего суда, суть суды, то мне, как бывшему законодателю, гражданину Украины, за это, если честно, просто обидно. Неодноразово прокурор говорил о том, что на базе субит было изъято оружие. Прокурор входит в оману слипчего суда. Существует в деле том 2, лист с 1 по 53, копия протокола огляду с додатком и копия протокола обшуку с додатком, где полностью перечислено все, что было изъято на базе селащи субит. Ни жёдной единице сброи там не было изъято. Поэтому, когда прокурор скажет, на базе субит и в схроне было изъято, он просто, к сожалению, вводит в оману слипчего суда. Изъято было на базе все то, что притаманно самое для охраны деятельности. Тон, другий лист 8. Фото таблица. Бронежилеты. Пойдём дальше. Опять бронежилеты. Пойдём дальше. Значит, после бронежилетов идут каски. Каски сферы защитные, чтобы не было пошкоджень, если охоронцы бьют по голове. Дальше в крупном плане всё это. Дальше опять каски. Незаворонные каски. Дальше идёт защита для рук и ног от удара палкой. Дальше идёт наплечники. Дальше идёт металевые пластиковые щиты, которые по безналичному расчёту были придваны в звичайной охоронной кровнице. Дальше мы бачим противогазы. И дальше мы бачим иншие рации. Мы бачим все крим-зброи. Если перестать вводить следующую судьбу манну и обратиться к материалам справа, то мы увидим, что на базе су-вид ничего незаконного не найдено. Дисней было найдено сброя в одном километре от базы су-вид и там я коснусь этого чуть позднейше указаны координаты в лесу. Неизвестно, кто это закопал. Пан Боровик, который признал, что он это всё закопал якобы два года назад по поручению Савенченко. Алле, ваша честь, он всё это закопал в жовтне того року. Был там замечен. Закапывал по команде не установленной попищу оперативности робитников СБУ и ничем принял слов ни биообразами, ни показами свитки. Моя причетность Тачёвы не Петерчина. Алле, це реплика, шо не треба вот так злеважного вноситься до до подозренного до следчивого судьи и до захисту. Далее, реплика. Значит, тут кажут, шо я начато переписывался с паном в Шевченко, и там о ужас, я запрашивал у него великую киркись российской формы. По-перше, я до переписки материала справа не малыша честь. Подруга, а кто же мог, если такое было, во-первых, что незаконно это ДИИ на корысть Российской Федерации, так чему сегодня Шевченко будет давать всю форму, а не Российская Федерация? А может это нужно на корысть Украины? Но мы чуть позднейше этого коснемся. Здесь рассказывается, что Семенченко и Шевченко я цитирую упорок, наговорил по видео, что они еще рядом не законно вооруженного формирования. Ваша честь, такого нету материала справа. Там есть одноразовые выступы, все засыпы массовой информации, я буду этого касаться, мои посты, в которых я рассказывал про международный проект. Рассказывал я про нужность, корысть всего всего для Украины. И это была идеальность, которая с конспирацией, как мне это приписывают, не имеет ничего общего. И какие же там на заднем плане, я цитирую пропорта, шли в войсковой ДИИ. Что это за... Я не буду уже, я сам с повагой отношусь до мнения этого касаться. Вы же на ток-шоу знаходитесь. В судовом заседании. Видеофиксация дозволна. Всего достать. Доброе? Я вам буду за уважение. Далее, опять комментарий. Тут кажут про якусь экспертизу, Ваша честь, которую в деле нам не предъявляют. Нам предъявляют протокол осмотра экспертизы в отвратительном качестве. Я этого коснусь чуть позже. И там делает эксперт выставок на основании предъявленной ему материально-технической базы НЗФ. И это он делает за месяц до обысков. И каким боком же к нему какая-то материально-техническая база НЗФ могла попасть, если ее только через месяц предстояло вырыть в одном километре в этих пластиковых бушках. И какая цена этой экспертизы, а цену прекрасно знает обвинение. Именно поэтому она и не открывает там этой экспертизы. Она только пишет про протокол осмотра. Про протокол осмотра этой экспертизы. Чуть позже коснусь сейчас по репликам. Здесь говорят о том, что в НЗФ, который мне приписывают, была какая-то форма, которая присутствует в СБС. А где хоть один протокол изъятой этой формы? Нету этого нигде. Это домыслы. Форма действительно у охранной фирмы была. Была пригнана по безналичному расчету в обычной кромнице. Черная форма, на которой были нашли охрана компании. Яка форма, которая была у нас как у СБС, в деле ни на одной странице нема. Зачем это говорить? Незразумимо. Дальше. Значная тельки зашуковых исследований проводится. Ваша честь. За месяц я был допытан сегодня первый раз. Меня вызвал исследований, в лицутность адвокатов сказал, что разрешите за 63-ю и ушел. Меня за все это время реально допытывали один раз, за 6 месяцев. Раз на тыждень. После того, как я начал работать выводить свои заявы, что меня не допытывают. Они меня вызывают раз на тыждень, на 5 минут. Я расписываюсь и ухожу. Вот это значный объем расшуковых действий. Шевченко не допытывали, кроме первого раза. Вот один из его адвокатов. Ни разу. Инших. Акимовича. Ни разу. Виногродского. Ни разу. Вот он тоже его адвокат. Значит, Орленко, по-моему, один или два раза. То есть, на самом деле, за все это время, я буду этого касаться, установлено аж 9 человек членов незаконного формирования, которое, по мнению следствия, исчисляется сотнями. Из этих 9 человек, 2 пенсионера, это Акимович и Виногродский, один народный депутат, бывший, который явно с автоматами не бегал, и 200 из групп. Остается 4 человека. Вот, 75 следователей за все это время установили 4 члена незаконного вооруженного формирования. Из комментариев. Приобретение мин у Шевченко и оружия, которое якобы есть сюрприз. Покажите мне, в материалах дела, на какой странице этот бред писнует. Нету этого. Мне рассказывают о том, что меня выкрыли в терроризме в апреле, в мае месяце, а до этого про это не знали. Ваша честь. Том справы 1-й. Старинка 207-й. Показания свидетеля Борисенко, которые были у свитства 207-й. Старинка том 21-й. Жовтня 2020-го показателя свитка Борисенко. Том 1-й. Лист 207-й. В самом низу. Что стало подставой для припинения деловых относений между вами и Семенченко? Подставой для такого решения стало и потом, в том числе, отримана мною в чужих слив информация о том, важливой причепности Семена Семенченко и его наближенных осит до обстрела в липне 2019-го у телеканала 112-го Украины. То есть, цифры указы были у свитства 21-го жовтня 2020-го и еще, если мы посмотрим, побачим вот он 1-й. Там, где есть все ИРДРы. Давайте посмотрим. Значит, это Ваша честь сейчас одну штуточку. где у нас ИРДР? Если у нас посчитаете я по памяти скажу и потом скажу номер лист. Значит, а вот, вытек из ИРДР. Это том 1-й, 34-41. Первая страница. 34-41. А конкретно сейчас 34-41-й я отсюда их вырву скажу по памяти. статья в ИРДР о так называемой создании террористичной группы была внесена 19-го августа 2020-го року. То есть, эта статья была внесена в ИРДР, а в жовтне с пропадем Торисенко была у них вся версия. и поэтому рассказывать о том, что меня в результате следствия в этом выкрали. Ну, не трену. Я сейчас коснусь, как это все происходило. Далее реплика. Телефонных трафиков было установлено, что я якобы был возле телеканала 112. Ваша честь. Возле телеканала 112 это за полтора километра радиуса. Зачем народный депутат, который ездил по всему городу, был в полутора километрах? У меня, естественно, есть пояснение. Я буду предъявить его в суде первой инстанции. Однако, считать, что если я был в том районе, то обязательно был керевник непредбаченного закону формувания в 150 оси. Первый заступник головы комитета специально-обеспеки и обороны, который працюет с СБУ, працюет с ГУРом, с сыншими, берет с собой телефон и особо быстро едет разведывать и снует ли семафоры там. Дуже доброе. Далее. Значит, тут кажут, что Боровик не был со мной в неприязненных отношениях. Так он сам про это пишет. Я вам чуть позже коснусь. В его показаниях написано, что после того, как Семенченко меня не отмазал от уголовного отдела по краже автотранспорта, я проголел с ним бедностный, сказал, что я угрожаю из его организации. Как это он со мной в неприязненных отношениях. Он там рассказывал, что я его похищать собирался. Он даже рассказал, что я ему в 2020-м ссорить. В 19-м уроке дал таблетку и он подозревал, что для того, чтобы его отравить. Правда, он никуда не обратился ни в полицию, ни в медицину, но он сам подтверждает, что он со мной в неприязненных отношениях. Значит, далее. Теперь хотелось в Ваша честь вернуться уже к упорядочному рассказу, опираясь не на недостоверность или недоказанность подозрев, а на яснуючие листы и на свою личность. Ваша честь, я не буду злоупотреблять личными не относящими к делу фразами, я не очень хорошо знаю латынь. Буквально один момент. Дюс эс ас бони эт аку. Право и мистерством добра и справедливости. Своей личности, право с политического ракурса. Я изучал пять лет Верховной Радио Украины. А искусство добра и справедливости с политического ракурса я изучаю вот уже шесть месяцев в одиночной камере изолятора временного содержания эсгу. И для этого я не буду слово употреблять там риторика. Это буквально ракурс фаза про риски. Для этого там созданы все условия. В камере полусуточно горит свет, поэтому страницы КПК, в которой я участвовал в разработке, хорошо видны даже ночью. На открытом туалете видеокамера, которая обеспечит должный уровень публичности моим занятиям. я решен свиданий постановой Сличева со своей женой, тремя несовершеннолетними детьми и своей матерью, которая уже за семьдесят. Поэтому искусство добра и справедливости они изучают вместе со мной. И, кстати, продолжают изучать его и сейчас. Вот моя жена Наталья, она ведет стрим зала суда, моя семья дома смотрит. Мой путь к познанию украинского права и справедливости начался в 2020 году. А именно, 18 августа 2020 года журналистом Букусовым была обнародована это в двух словах, что было понятно, риски. Была обнародована статья про Ваднергейт, а именно, что был выток с администрации президента информации по Вагверовсу. За день до этого свой пост в сети интернет об этом опубликовал Евгений Шевченко. бывший донбассовец, нынешний обвиняемый по НЗФ и человек, которым был четыре года моим помощником. Ваша честь, это было все 18 и 17 августа. 19 августа на следующие сутки после начала Ваднергейта в 19.51 вечера в ЕРДР регистрируется уголовное производство по статье 258.3 часть 1 террористическая группа. Далее 1.09 через 12 дней после этого появляется в ЕРДР внесение статьи 190-й якобы Семенченко обманул инвесторов Борисенко и потратил их деньги на создание НЗФ и террористических групп. Ваша честь, эта эпидозра будет мне вручена через несколько дней, поскольку мне лично через Баканова пообещали, что к каждому продлению будет еще одна эпидозра. И этот ваш терроризм не был скрыт в мае месяце. Вы прекрасно знали, что вы будете мне предъявлять в самом начале, да и за год за это. Просто все эпидозры так разрахованы, чтобы на каждое продление была иллюзия новых рисков, чтобы я находился в тюрьме. Что происходило далее, Ваша честь, и почему это случилось? Дело в том, что кроме Шевченко в этом скандале участвовал, еще назначал пресс-конференцию, бывший донбассец и мой бывший помощник Костенчук. И поэтому это политическое дело. У людей сложилось впечатление в администрации президента, в частности, у пана Ермака, что Семенченко стоит за этими разоблачителями. Хотя на самом деле это не так. Далее, Ваша честь, в течение всего 2020 года это прекрасно известно следствию, прекрасно известно СБУ. Наша ветеранская организация сотрудничала с главным управлением разведки, Министерство обороны. Сотрудничала по разным справам. И параллельно нашего сотрудничества, параллельно с разворачиванием этих операций, вносились в статьи ЕРДР. Так, весь 2020 год мы работали с белорусской оппозицией, помогали им навыки самозащиты против, скажем так, разгонов. наш майдановский опыт передавали. После этого эти группы задерживались в Беларуси. Полностью через трафик и переписка по Украине поступало в распоряжение ГДБ Беларуси, и после этого им предъявлялись обвинение в терроризм. Так, с 28-го, 10-го, 2020-го, Беларусь разряжает так званую группу Автуховича, 8-го, 12-го, 2020-го, группу Оленевича, и 25-го, 12-го, сейчас я поясню, к чему я, 2020-го, заявление Лукашенко о том, что Украина везет в Беларусь оружие тоннами. Параллельно всему этому, если посмотреть записи в ЕРДР, вносились статьи в ЕРДР, статья про НЗФ, статья про незаконное перемещение товаров через границу, и прочее, прочее. Наступил 2021-й год, 25-го, в ЕРДР вносится статья 260-я часть Катая, НЗФ. В феврале, 8-го, 9-го февраля, выходит по официальному телеканалу в Беларуси фильм «Против протеста», где я обвиняюсь за ссылку диверсионных групп в Беларусь, в передаче им оружия. Это 8-е, 9-е февраля. 23-го февраля поступает официальное поручение правил международной помощи КГБ Беларуси о моем установлении в Украине и допросе. И в тот же день, я сейчас не вносил это дело, я буду ходатайствовать о том, чтобы некоторые материалы приобщить к делу, в тот же день в ЕРДР вносится статья 190-я часть 5-я, она сейчас никому не предъявлена, 191-я часть 5-я, есть в РДР, касается Шевченко и Укрбранпрома. После отправки поручения КГБ РБ начинаются статьи ПАД. 9-го марта 2001-го года в ЕРДР вносится статья 260-я часть 2-я, 10-го марта в ЕРДР вносится 260-я часть 3-я, 24-го марта в день начала всего всей этой истории с моим арестом, с раскрытием так называемого НЗВ Семенченко в ЕРДР вносится статья 263-я, часть 2-я. И 26-го, я арестован, мне предъявлена статья 260-я, часть 2-я, и часть 3-я. Шевченко под залог остальные домашний арест. Прошло от начала 8 месяцев, от заявок 3 месяца, после КГБ месяц. Меня никто не задерживал, я сам пришел в СБУ, это Кристо, можно открыть там, пришел вместе со своим адвокатом, и прежде чем идти, прежде чем идти, вот написал пост, «Зараз иду в СБУ на аскольдах, чтобы отримать подозру и дать пояснение. Про миссию и часть судов, которые призначат меню по запобежному заходу, поверну, поверну, поверну додатково». Информация про те, что меня заарештували, предъявили подозру, не відповидают действиям. Откинулся изменивача и запевняю, что не собирается ихать за кордон а буховатись от следствия. То есть, Ваша честь, по версии СБУ я совершил, организовал в 2019-м уроте, террористический акт. По версии СБУ я все те роки организовывал НЗФ и даже об этом поведомляв по видео, я прятал икусь в брою. И я ни в коем разе куда-то не скрывался, не убегал. И даже когда по всем телеканалам объявили о припынении НЗФ, через два дни я пришел, официально объявил и никуда не скрывался. Получил предозру, пошел в суд и в суде почему-то по статье 260-й, которая предполагает залог, которая не связана никак с насильством, которая не связана никак с нанесением кому-то повреждений. Так как судья решила, что это можно отнести к подобным статьям, которые на самом деле связаны с насильством, я получил без альтернативного ареста. Причем, Ваша честь, в Конституции два года, по-моему, назад эту практику, когда по терроризму, по НЗФ однозначно берутся только аресты, прекратили. Так они нашли другую лазейку, чтобы меня позбавить и моих прав, и засунуть в тюрьму. Что происходило дальше, после моего ареста? Значит, давайте посмотрим. Я не буду сейчас зачитывать поручения КГБ, РБ, он непосредственного отношения не имеет об оказании международной правовой помощи, но, если суд сочет необходимым, я готов его предоставить. Там четко указано, что я якобы имею отношение к террористическим актам на территории Беларуси, якобы общался с подозреваемыми, с белорусскими патриотами, которые поставляли на СБУ, и мне предлагается в этом опросе выдать. Пришел сотрудник СБУ, принес это постановление, и меня по нему пытались опрашивать, выдать фамилии, имя, отчество, места базирования, адреса прикрытия, воинские части, телефоны, мессенджеры, которыми пользуются конфиденциальные и реальные сотрудники БУР-МО, и это во время войны, это когда мы не признаем правительство Лукашенко, ну, бог с ним, ладно, был арестован без права залога судья Печорского суда Константиновой. Через два месяца тот же самый судья продолжил висок пребывания под варку. И 12 июля 2021 года решением естественного судьи Соломенского суда мера пресечения не была изменена на домашний арест. И изучение искусства добра и справедливости прекратилось на протяжении 12 дней. Оно прошло дома с семьей. За это время не подтвердился ни один риск, указанный следствием в обосновании моего ареста. Даже когда СБУ под влаходатрица на смену не меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей и передо мной стало реальное взросло продолжение изучения права добра и справедливости в одиночке и зарядке в СБУ я никуда не убежал. Я сдал свои паспорта я являлся на допросы в СБУ сам ходил я живу там напротив и ни в коем случае не нарушал правила пребывания под домашним арестом потому что во первых я сам заинтересован был чтобы доказать это все свою правоту в суде во вторых зачем мне себя подставлять под изменение меры пресечения прекрасно понимал что за мной будет очень пристальное внимание поэтому ни в коем случае не хотел давать повода сомневаться в моей процессуальной данном случае лояльности и 26 марта судья Вишняк отменяет предыдущее решение и сменяет мне меры пресечения на безинтеративный арест я пришел с сумками потому что я прекрасно понимал к чему это может привести однако я сознательно пришел и поехал под арест и никуда не сбегал мне были вручены педозры 26 марта 2021 года создание непредусмотренного закона вооруженного формирования статья 260 14 мая 2021 года террористический акт против канала 112 статья 268 9 июля 2021 года незаконное хранение оружия 14 июля 2021 года через два дня после освобождения еще одна статья опять незаконное хранение оружия по мнению прокурора и следственного судья Вишняк данные обстоятельства могут принудить меня прятаться от органов следствия и суда уничтожить и спрятать какую-либо вещь или документы незаконно влиять на свидетелей препятствовать уголовному производству другим способом или совершить иное правонарушение Ваша честь я хочу коснуться вопросов а действительно существуют эти риски и действительно их можно избежать только оторвав меня от семьи на полгода и больше поместив в одиночку из ряда резвы еще раз подчеркну я в своем выступлении не собираюсь доказывать отсутствие обоснованной предозри хотя опять же я считаю именно так останавливаюсь именно на рисках мое пребывание под домашним арестом с 12 июля по 26 июля доказывает что ни один из этих рисков не наступил прокурор говорит о том что данные риски могут наступить в будущем я понимаю дилемму суда что делать отпустить меня домой или лежать в камере одиночки значит что же делать в данном случае есть неопровержимый факт ненаступления данных рисков даже под углозой повторно взятиями подставки я уже о нем говорил значит с одной стороны соблю на принцип признаться невиновности все сомнения толкуются в пользу подозреваемых то есть по сути доказательства этих рисков доказательства того что не существует должны быть по заразумным сумминам с другой стороны никакая совокупность доказательств не способна преодолеть сомнения об установлении обстоятельств будущего поведения особо а лишь указывать на некоторые признаки вероятности поэтому в своем выступлении опять же подчеркну планилистов касаясь на своей личности потому что личность подозреваемого характеризуется кроме всего прочего еще и его предыдущей деятельностью итак моя личность с 14 по 19 год я был народным депутатом Украины первым заместителем главы комитета ВР по безопасности и обороны и чтоб вероятность выступления этих рисков оценивалась еще и с учетом личности человека который на протяжении 5 лет сам принимал участие в разработке КПК прекрасно знает дальше будет развиваться процесс и в том числе работал по изменениям и дополнениям статьи 178 КПК где это прописано хочу подробно эти риски разобрать в чем меня подозревают и есть ли мне смысл как-то мешать следствию с учетом вероятности наступления огнительного приговора по данным предозрам в будущем из новых рисков которые нам рассказали на суде когда говорили о том что нельзя содержать под домашним арестом а только содержать под стражей это риск что я могу влиять на свидетелей и прокуратура в 19 часов вечером опросила через 2 дня после нового освобождения свидетеля Мелию и свидетеля Жилу которые поведали на следующий день страшную историю о том что в 2020 году я уже пытался это делать давайте посмотрим начальство свидетеля Мелии Боровику Тажине известно про обстоятельства противоправного преследования на протяжении марта 2020 года по указанию Семенченко Боровика Томилии это все описано в томе первом страница тридцатая седьмой абзац там перечислены способы которые Семенченко может влиять на свидетелей угрозам подкупу и психологичного вплыву вот я открываю как это все было том 3 лист 239 том 3 потому что то как рассказывал прокурор оно к сожалению не соответствует тому что изложено в материалах дела точно так же как рассказы о том что на базе найдено целый еще субит оружия тоже не соответствует этой реальности так 239 сейчас том 3 а вот этот 3 да 250 сейчас сейчас вот она Семен ваша справа та справа ветеранов батальона Донбасс провокации против Азову и как вы считаете чему влада знищает добровольцев знищает добровольцев это вильные люди которые заброшивают владу которая идет с ампульсом по примеру он уже там и скоро они не только посохли Донбасс будут чеклян а всех тех кто имеет волю наставку сейчас все разговаривали я не отдал почему ты не отдал на секунду дайте мне дайте мне дайте все вы все Продолжение следует...